Вот, значит, запись пошла. Здравствуйте, пациентка инкогнито, обращаюсь к вам. Так, здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые подписчики, слушатели, зрители, посетители канала врача-психиатра, доктора Джорджа Горбатова. Сегодня я провожу очередную консультацию в рамках моего проекта. О пациентке, зная то, что мне необходимо знать, а вам, уважаемые слушатели, это не имеет для вас никакого значения. Почему? Потому что принцип моего проекта – это анонимность. Всё. Так, пациентка инкогнито, прежде чем мы начнём с вами сейчас уже работу, вот, прямую, значит, я бы хотел, чтобы вы мне, скажем так, дали разрешение. Я сейчас произнесу несколько фраз, а вы, значит, ответите, там, положительно или отрицательно. Итак, я, пациентка инкогнито, разрешаю или не разрешаю врачу-психиатру, доктору Джорджу Горбатому при условии сохранения им тайны моих конфиденциальных данных, конфиденциальные данные – это имя, фамилия, отчество, адрес, страна, город, улица, номер дома, номер квартиры и так далее, и так далее. Вот, кое-что я знаю у вас, а очень многого и не знаю, и мне это и не интересует. Так вот, при условии соблюдения мной или доктором Горбатовым ваших конфиденциальных данных, вот, вы даёте разрешение или не даёте разрешение о размещении аудиоматериалов нашей с ним сегодняшней беседы на его канале на платформе YouTube. Итак, пациентка инкогнито, вы даёте разрешение или нет? Да, я даёте разрешение на размещение ролика на платформе YouTube анонимно и аудиосообщение. Понятно, спасибо. Всё, что-то звук, конечно, не совсем качественный. Скажите, а у вас наушники есть? Да, есть. Ну, попробуйте. Наушники? Да, да, давайте попробуем с наушниками. Попробуем, может быть, будет лучше с наушниками. Так. Ну что, где наушники, вы одели их? Да, одел так лучше. Одела, ну, по-моему, по-моему, немножко лучше. Хорошо. Так, ну, значит, начинаем. С паспортных данных. Сколько вам лет, пациентка инкогнито? Нету. Сколько? 45. 45 лет. Семейное положение? Не замужем и не была. Значит, не замужем и не были. Вот уже симптом есть. Хорошо. И следующий вопрос. Нигде? А чем занимаетесь? Ну, работаю. Обычно работаю. То есть, ну, работаю обычно. Работаете, ну, в качестве кого? Ну, будем тогда говорить, оператор. Оператор. Ладно, это... У вас есть какое-то образование или нет? Нет. Нет образования. То есть, школьное, да, среднее? Среднее образование у вас? Даже школьного нет. Ничего я не понял. Я спрашиваю, какое у вас образование? Я говорю, нету никакого, даже школьного. То есть, как это нету никакого? Ну, так, нету. Подождите, так что? Ну, так вы же разговариваете, вы же читаете, вы же пишете или как? Ну, у меня есть школьное, но не полное. Так сколько классов вы закончили? Семь. Семь классов? С ума сойти. Первый раз. Вот это вот уже, как говорится, скажем так, гвоздь нашей сегодняшней с вами. Первый раз встречаем человека, ну, правда, семь классов, скажем так, восемь. В советское время было восемь обязательно. Вот. Восемь. А потом либо шли в ФЗО, либо в это времественное училище, вот, либо продолжали там до десяти лет. Хорошо, ладно. Так. Хорошо. Ну, это, я так думаю, наверное, затруднит нам беседу немножко. Почему? Потому что всё-таки отсутствие образования или низкой образовательной будет немножко, скажем так, сложнее. Хорошо, ладно. Так. Значит, теперь в двух-трёх словах или фразах определите проблему. Так. Так. Что вас выбросило? Да, выбросило. А что у вас, плохая связь? Вы знаете, что выключите видео, видео выключите, пусть будет звук. Потому что если связь плохая, значит, нам тогда, скажем так, видео не обязательно. Вот так вот. Хорошо, значит, в двух-трёх фразах, значит, объясните проблему. С какой целью вы обращаетесь к психиатру? Ну, я обращаюсь к тому, что вся моя жизнь как бы. Опять выбросило. Кошмар. Вот это вот, вот это оно и есть. Да, что-то связь плохая у вас, да? Да, может быть, я что-то не так делаю. У меня звук полностью на всю громкость. Нет, подождите, это к вас же выбрасывает. Ну, хорошо, вот так, больше ничего не трогайте. Все хорошо. Больше ничего не делайте. Значит, какова проблема? Почему вы ищете помощи? Я ищу помощь, и я бегаю по кругу. То есть, вся моя жизнь, вот какая-то беготня по кругу. Все одно и то же. И заканчивается все тем, что я увольняюсь с работы. Увольняюсь с работы, потом года два-три не работаю, и потом мне опять приходится искать работу, потому что, ну, как бы, деньги, они заканчиваются. А, понятно, понятно. Нет, то есть, какая-то хаотичная жизнь, да? Хаос, хаос. Ну, я бы не сказала, что хаос, она у меня наоборот повторяется. Поэтому я уже даже могу предсказать, что... Нет, оно повторяется. Вы понимаете, хаос, она в другом плане. Что жизнь должна быть последовательной, плановой. Она должна идти по восходящей, по идее. А у вас она застыла и... Получается, действительно, то назад, то вперед, то назад, то вперед. Правильно? Ну, да, получается так. И мне, ну, мне нужно начинать все заново. Я вам сейчас скажу, как у вас. Только не обижайтесь. Не обижайтесь. Ну, вот так. Значит, это вы знаете, вот когда человек совершает фрикции, ну, половой акт. Вот туда-назад, вперед-назад. Вот такая ваша жизнь. Правильно? Да, 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 да. То работаю, то не работаю, то работаю, то не работаю. В общем, если я скажу так, что жизнь, в общем-то... Вот вам 45 лет. Если я глянусь назад, что вы можете сказать? Вы чего-то добились значительно? Нет, ничего я не так делаю. Вообще, совсем. Не в личной жизни, да? Не в социальной жизни. Понятно, понятно. Хорошо, я уже приблизительно, вот, уже у меня есть наметки. Наметки. Скажите, а как у вас детство было? У вас родители были или нет? У меня, ну, сначала меня воспитывала мама одна. А куда папа делся? Подождите, а куда делся отец? Он был же или не было? Да, он был. Когда мама была на восьмом месяце, он ее бросил. Скажите, а вы о вашем отце что-то знаете или нет? Ну, как, вот то, что знаю, я скажу. То, что у него до мамы уже было, по-моему, две жены. Он первый раз женились, когда ему было 16 лет. Второй раз я уже не помню. А вот моя мама была третья жена. И у меня еще есть два. Ну, то есть, сестра и брат. Ну, вот брат я видела, младше меня. А сестра от папы. Ну, будем так говорить, я не знаю, сводная или нет. То есть, она старше, я ее не видела. Я просто о них знаю. Подождите, а это сводные, да? Да, да, да. То есть, от папы, от других черт. Хорошо. Они меня не интересуют, сводные. А вот меня интересует отец. Вы знаете, вот как он жил? Он здоров или нет? Сейчас он не живет, он умер. Я, правда, не знаю, когда, но, может, лет 10-15 назад он умер. Я узнала от своих родственников. Мы с ним практически не общаемся. А от чего умер, вы знаете? Ну, от алкоголя. Он просто... Подождите, значит, отец... Вот опять выбросил это. То есть, отец у вас алкоголиком был, да? Да. И умер от алкоголизма. А в каком возрасте? Не знаю, не знаю, честно. Не знаю. Может быть, лет 50. Лет. Ну, молодой, молодой, да. А от чего умер, тоже не знаете. Или знаете? Не знаю. Не знаете. Ну, хорошо, ладно. В общем, самое главное, что он алкоголик. Так, следующий вопрос. Так вот, вы говорите, мама вас одна воспитывала. В каких условиях? Это были хорошие условия или нет? Я бы не знала. Нет. Вот смотрите, у моей мамы еще есть четыре сестры. Вот. И сестра, одна младшая, она умерла от онкологии, когда ей было 30 лет. У нее осталась сестра, ой, дочка. Вот. И когда она умерла, мама ее забрала. То есть, оформила опекунство. То есть, и получается, что моя двоюродная сестра, она жила с нами. Нет, нет, я-то понимаю, как мама, 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 кем работала? На заводе. Обычная рабочая. Рабочая, так, рабочая. Какова жизнь ваша была? Счастливая? Вас любили? Или была тяжелая жизнь? Счастливая жизнь. И такое чувство, что я мешала своей маме. Я ей была не нужна. Подождите, а почему вам так кажется? Мама что, заявляла это? Ну, я не знаю. Она когда приходила с работы, допустим, я пыталась, ну, бежала к ней мама, мама, она меня как бы отшвыривала и говорила, ну, уйди ты, не лезь, не до тебя, я устала и все такое. Да, понятно. То есть, со стороны мамы вы никакой любви, ласки, вот, заботы особой не видели, правильно? Не видела, да. А вы страдали от этого? Ну, когда я была, наверное, маленькой, ну, может быть, где-то до 13 лет я страдала, а потом как-то уже перестала страдать. Мне как-то поправили, спрашивала, говорю, мама, ты меня любишь? А она мне говорит, конечно, люблю, кого мне еще любить? Ну, вроде, отойди, отойди, не лезь. Понятно. То есть, на словах мама говорила, люблю, а делами, уйди, я устала и так далее. То есть, мама, а мама хоть занималась вашим воспитанием, вот, следила за учебой? Нет, не следила. Ну, мы росли как травах, будем так говорить. Понятно. Понятно. А мама наказывала вас? Да, очень сильно она меня могла. Ну, просто, знаете, у нее было, когда в ярости, она могла просто, ну, если вот сетра, которая с нами жила, вот, двоюродная, если она не разнимет, мне кажется, она могла бы меня убить. То есть, ну, так пила. То есть, мама била вас, да? Да, била. Часто? Ну, да, часто. Скажите, до какого возраста мама наказывала физически вас? Ну, наверное, лет до 19, пока я не дала отпор. Я ее просто отшвырнула, она упала и сказала, ну, как ты смеешь руку на мать поднимать? Я сказала, попробуй только еще раз трой меня. Ну, как-то я перестала. Понятно. То есть, в общем, кошмар. Кошмар. Дома, дома любви не было, отца не было. И, наверное, материально было тяжело, да? Да. Материально. А скажите, а в школе вы не были изгоем? Да, была. Я была девочкой-дубесей, будем так сказать, говорить. А почему вы были изгоем в школе? Я плохо училась. Вы плохо училась? Меня в первом классе остались на второй год. То есть, даже на второй год остались, да? Да, в первом классе. Скажите, а почему вы плохо учились? Потому что мама не следила или способностей было мало? Да вы знаете, я не понимаю. Я как бы пошла в первый класс, но подготовила. То есть, я в него уже читаю, там, читать как-то. И, может быть, я где-то выкрикивала с места, перепевала учитель. И она постоянно говорила, что я тебя оставлю на второй год. То есть, не мешай вести, я оставлю тебя на второй год. И она оставила. Дурой я себя не считаю. То есть, вот умственно отсталый покой, чтобы у меня можно было отправить в школу. Вы знаете, вы знаете, что я вас попрошу? Пожалуйста, давайте попробуйте, снимите наушники. А я сняла уже. А, вы уже сняли наушники, да? Да. Хорошо, сейчас я сделаю немножко тише. Хорошо, хорошо. Так, значит, а почему вы были изгоем, понимаете? Изгои. Почему соученики плохо к вам относились? Ну, смотрите, они плохо относились только тогда, вот, когда меня на второй год оставили. Я же перешла, ну, вернее, осталась повторно на второй год. И тогда меня уже стали обзывать второгодниц, там, и все такое. То есть, вот так. Уже со второго класса, будем так говорить. Ну, не со второго, а когда я в следующий класс перешла, повторно в первый класс, я уже, меня там обзывали, ну, так и гнобили по-всякому по-разному. То есть, в школе друзей у меня не было, от слова, совсем. Совсем не было друзей. Скажите, а вы прогуливали школу из-за этого? Нет, нет, не прогуливала. Не прогуливали. Вот. Значит, доучились до седьмого класса, да? Да, да. И потом что? Ну, смотрите, там такая интересная история. Потом вернулся отец, когда мне было 13 лет. Отец вернулся? Да, вернулся отец. Он в это время сидел в тюрьме. Вот, вернулся, и, ну, скажем, это был ад. То, что мы жили с магой, когда она меня била, и когда он вернулся, это все-таки был рай. Но вот когда он вернулся, это уже был ад. Просто сплошной ад. А сколько вам лет было, минуточку, а сколько вам было лет? Когда он вернулся, мне было 11. 11 лет вернулся отец. Да. И он жил с вами до какого вашего возраста? До 17 лет. Шесть лет. И, в общем-то, а почему ад был? Он что, пьянствовал или что? Да, он не работал, он сидел. То есть, ну, он еще позорил тем, что он мог в школу пойти пьяный, разбираться, не знаю зачем. Там, ну, валялся около подъезда пьяный, и это еще тоже добавлял. С вами, знаете, дети какие. Скажите, а он вас наказывал? Да, наказывал. Еще хуже, чем мама, или мягче? Нет, не мягче. Не мягче. Но он меня наказывал тогда, когда мамы не было дома, и я почему-то ей не рассказывала. И вы не рассказывали маме. А что маме рассказывать? Мама сама вас наказывала. То есть, короче говоря, и от мамы доставалась и от отца, правильно? Да, да, и от сестры, от старшей. Еще и от сестры этой. Сводная. Это ваша двоюродная сестра, да? Да, двоюродная. И она вас тоже наказывала. О, боже мой. В общем, жизнь ад была. Жизнь была, все ясно, все ясно, все ясно. Скажите, скажите, а у вас был алкоголь, наркотики, вот, в подростковом возрасте, когда в школе? Нет, не было. Этого не было? Нет, наркотики не было, словом, совсем, но могла выпить. Ну, как все вот. Ну, то есть, чтобы зависимости нет, не было. То есть, я за здравый образ жизни, будем так говорить. То есть, просто иногда выпивали, да? Да, да, да. А наркотиков не было? Нет, не было. Не было. Скажите, а у вас не было проблем с мальчиками? Поначалу не было, но давайте я вам расскажу так. Вот когда вернулся отец, правильно? Да. Он убедил мать продать квартиру. У нас была своя двухкомнатная квартира. Он убедил ее продать и уехать, как бы жить, ну, в стилу, в поселение и открыть там крестьянское хозяйство. Вы понимаете, да? Так. Вот, понимаете. Ну, естественно, мы все продали, приехали, деньги промотали. И мы там жили, я вот, если честно, уже не помню, либо три, либо четыре года там. Вот. А еще вот смотрите. Мой отец, когда мы жили у меня, он, ну, я не знаю, как это сказать, у них была сексуальная связь с моей сестрой двоюродной. То есть он, он, это получается, не родная племянница, вот, он с ней сексуальную жизнь вел, да? Да, да. А сколько, подождите, а сколько ж лет было тогда вашей сестре? Ну, вот смотрите, если мне было 11, когда он приехал, она на 4 года старше меня, ей было 15. И вот он уже подросткой, она, будучи подростком, он с ней жил? Да. Подождите, а мама опеку, значит, оформила или нет? Да, да, она была опекуншей. Подождите, так она была опекущая, так маму же надо было в тюрьму посадить? Что это за опекунша, когда, скажем так, муж мамы, значит, собратил девочку? Кошмар. Вот, наверное, поэтому мы уехали еще, понимаете, потому что уже многие все начали шептаться, потому что их видели, что они там где-то в подъезде целуются, там еще где-то, он в пионерский лагерь к ней приезжал. То есть он испугался, он испугался, что могут быть проблемы, да? Мне кажется, это она больше испугалась мамы, чем она. А он что, педофилом был, да? Ну, скорее всего, да, потому что потом он и меня изнасиловал. О! Сестра, ладно, уже надо было себя. А сколько вам было, когда он вас изнасиловал? Мне было 16. Подождите, изнасиловал силой, да, прямо? Да, 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 да. Да, я пыталась убежать, первый раз у меня получилось убежать, то есть я замок открыла, ну, был дом деревянный, там щеколдочка такая была, я открыла. Ну, все, он меня успокоил, то, что заходи, ничего не бойся, а мама с сестрой в это время они уехали, то есть их дома не было. Вот, и когда он меня, ну, завел, он уже сделал так, ну, щеколду так, чтобы мне сил не хватило ее открыть. И вот уже второй раз я не смогла убежать. Скажите, а вы, там же 16 лет было, а вы не пожаловались в милицию? Ой, а там это, знаете, это была заброшенная деревня, там в этой деревне было всего три дома. А, это как хутор, как хутор, понятно. Да, да, да. То есть там никакой власти не было. Скажите, а вы маме рассказали об этом? Да, я в этот же день ей рассказала, в этот же вечер, когда они приехали. И она мне сказала, я смотрю, что ты какая-то не такая. Ну, и потом ее слова были, смотри, никому не рассказывай, тебе все равно никто не поверит, и еще скажут, что ты там, ну, проститутка, что сама легла под отца. В общем, мама, в общем, у вас еще та наследственность, что мама, а папа это вообще полный выроженец. Это же выроженец, алкоголик, заключенный, жил с подростком, вашей сестрой, изнасиловал родную дочь, да, это же просто... Он же дегенерат, знаете, что такое дегенерат? Вы рождающийся. Да, я понял. А скажите, а он так и не покинул вас? Ну, семью, семью, семью. После этого случая мы потом уехали, уехали, переехали обратно в тот город, откуда уехали и жили какое-то время у родной сестры мамы. Скажите, а сколько вам... То есть, мама оставила отца, да? Да, 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 она уехала. А сколько вам было лет, когда вы покинули деревню? Ну, наверное, 16 где-то так мы уехали. Потому что это была зима, а когда мы уезжали, это уже было лето. И можно через полгода учить. Понятно. В общем, еще так. От мамы вы поддержки не получили, да? Нет, не получили. Ну, в этом случае изнасилование. Понятно. Скажите, а у вас еще были другие случаи изнасилования не со стороны отца? Это было в школе, вот когда мы переехали. Ко мне домогался учитель физики, будем так говорить. Но, если честно, он до всех домогался. Потому что, когда я осталась, ну, я пришла в новую школу, это был первый урок физики. И когда прозвучала перемена, то есть, все вышли на звонок, а я осталась как бы. Ну, и он как бы сзади подошел и полез, будем так говорить, мне в том, спли. И когда я уже вышла, мне вроде девочки говорят, а что ты не вышла, мы же все вышли, ты что, не видела? А я откуда могла знать? Подождите, так я так и не понял. Он просто вас облапал, да? Или как? Да, да, да. А, только, ну, это же не изнасилование, да? Ну, надо помогать. Понятно, понятно. То есть, развратные действия. Хорошо. А изнасилований больше не было, да? Нет, не было. Вы знаете, я уже ваш диагноз знаю, конечно. Я уже знаю ваш диагноз. Скажите, а как дальше ваша жизнь? Вот вы ушли, значит, закончили 7 классов, значит, и покинули школу. И дальше чем занимались? Ничего, пошла на работу. Пошли на работу. А кем вы работали? Нигде, а кем? Первое мое рабочее место – это уборщица была. Уборщица, понятно. Да. Понятно, понятно. Хорошо. А сколько вы работ сменили? Ой, очень много. Ну, сколько? Штук 10, 15, 20? Ну, может быть, 8 где-то так. 8, да? А как долго в среднем на каждой работе работали? Ну, приблизительно в среднем 2-3 года. Ну, приблизительно 2-3 года где-то так. 2-3 года. А почему увольнялись? Ну, скорее всего, мне было как-то неинтересно, что ли, еще там что-то. Понятно. Ну, я вот не могу объяснить. Скажите, а вы вообще не агрессивная? Ну, я бы тебе сказала, если честно. Меня многие называют, что я торопыгала, тучусь, спешу. То есть, что я там агрессивная, мне как бы не говорили. Подождите, а агрессивная это так? Если не по вас или против щерстки вас поглазить, то вы начинаете кричать, бросать, в драку влазить, оскорблять. Это есть или нет? Нет. Драться я не дерусь там, но могу ответить. Можете ответить. Скажите, а вы не конфликтовались с начальством никогда? Нет, никогда. Никогда. Просто самостоятельно, значит, уходили. Ну, работа была вот такая, уборщица, кем еще? Ну, уборщица, потом на заводе я работала. То есть, ну, тоже на станке, будем так говорить. В магазине могла работать продавец-консультант. Понятно, 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 понятно. Хорошо. Скажите, вот вы мне сказали, я увольняюсь и 2-3 года не работаю. Так что, вам хватало накопленных денег на 2-3 года? Ну, наверное, да, потому что, возможно, у меня была депрессия и больно-то есть неохота. То есть, ну, там, чай пьешь, какую-то булку в рот засунешь, чтобы с голоду не померять, и все. То есть, потому что интерес практически никаких не было. И я как бы дотягивала. Подождите, я плохо, правда, расслышал. То есть, вы очень мало кушали, да? Да, 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 да. Ну, так а как же вы на таком питании могли жить? Ну, в общем, понятно, понятно, хорошо. Скажите, а когда вы выскочили из дома родного, от матери ушли? Во сколько это мне было? Ну, вот, наверное, лет 20 я пошла жить к подруге. То есть, у меня была трехкомнатная квартира, и я снимала у нее комнату. Комнату снимала. Жила отдельно. А, вы снимали? Вы снимали у нее комнату, да? Снимали? Да, 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 да. Да. Скажите, а сейчас вы живете в своем жилище или съемном? Ну, нет, оно как бы не мое, но это общежитие, но это моя комната в общежитии. А, комната в общежитии, понятно. Скажите, а сейчас вы работаете в данный момент? Нет, вот как я уволилась, будем так говорить, ну, месяц назад, потому что, ну, у меня уже почему-то сил не было ходить на работу, хотя зарплата была очень хорошая, просто неприлично хорошая для нашего города. Ну, у меня почему-то уже... А кем вы работали? А кем работали? Ну, будем так говорить, оператор. А, оператор, ну, понятно. То есть, приличная работа, даже неприличная для вашего города, понятно. Понятно. А почему ушли? Вот мне стало тяжело почему-то. Подождите, тяжело или надоело? Морально тяжело, то есть физически. У меня уже я просыпалась, и у социализации на глазах шла на работу, хотя особых причин не было, просто совсем не было. Просто, ну, не знаю почему. Возможно, депрессия или было еще что-то. Нет, подождите, а вы уволились не по той же причине, что 7 предыдущих увольнений? Нет, вообще, нет, 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 не по той. Причины, можно сказать, вообще не было. Просто физически тяжело. Понятно, то есть, предыдущие увольнения надоедало, вы уходили, а вот последние увольнения вам было тяжело, да? Да, но предыдущие увольнения, там, знаете, там уже были замешаны как бы мужчины. Подождите, расскажите, как это замешаны? Ну, вы смотрите, то есть, на меня обращают знаки внимания мужчины, но они женаты, и мне приходится уходить. Хотя никакой связи у меня с ними не было, и, ну, понимаете, сплетни есть, и поэтому мне приходится уходить. Потому что создается такая обстановка, что уже, ну, просто... То есть, надо уходить, да? Да, да, да. А подождите, так вы вступали с ними в отношения? Нет, нет, но уже ползли сплетни, потому что мужчины были женаты. А, подождите, они были женаты, но они это вот преследовали вас, да? Ну, будем так говорить, да. Или домогались, домогались, да? Нет, они не домогались, причем люди замечали это раньше, чем я. И я узнавала, что так и так, хотя я была вот в шоке последний раз. Понятно, то есть, они были женаты. Так, а почему вы увольнялись? Ну, потому что уже сплетни, невозможно работать. Я же как, считается, что я плохая женщина, правильно? А, у вас такое, был уже имидж, да? Да, 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 да. Понятно, понятно. Скажите, а у вас были, вот, кстати, кстати, связи с мужчинами были? Ну, такие, долговременные. Нет, не было. Нет. Нет, ни разу? Нет, ни разу. А почему? Вот тут я не могу понять, почему. Вот, если честно, не могу понять. Подождите, ну, вам нравились кое-какие, ну, молодые люди? Ну, почему-то не получалось, а почему, я не пойму. Вот, правда, не пойму. Подождите, а что не получалось? На вас же обращали внимание, правильно? Обращали внимание. Обращали. Обращали. Обращали внимание на других, а женятся на других. Понятно, понятно. Вот. Скажите, ну, все-таки, какие-то отношения были у вас или нет? Ну, я не знаю, можно их назвать отношения. Ну, а отношения так, ну, вот какое-то время вы встречаетесь, живете вместе. Нет, 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 нет. Сексуальные отношения, этого не было, да? Нет, нет, нет. Скажите, а как вы думаете, а почему так? На вас обращают внимание, а, значит, а вы даже и не пытаетесь как-то развивать эти отношения? Нет, я пытаюсь, я пытаюсь, но получается так, что, ну, я, у меня такое чувство, что я не понимаю мужчин, и я не знаю, что им нужно. Вот, будем так говорить. Ну, я их не отталкиваю, но почему-то не получается. Да, сложно, сложно. Хорошо. Я их боюсь, скорее всего. Я их боюсь, наверное, после того случая, скорее всего, я их боюсь. После случая с отцом? Да, да, скорее всего, так. А может быть, может быть, может быть. Так что, скажите, значит, после изнасилования отцом больше у вас не было никаких сексуальных, значит, этих вот отношений, да? Ну, я пыталась, но у меня ничего не получалось. Подождите, подождите, что вы пытались, у вас что, знаете, есть такая болезнь, богинизм, в момент, при попытке полового сношения, судорога, и бедра вот как бы сводится, и туда уже, скажем, мужчина не может пройти. Вот. Или какая причина была? Что не получалось? Ну, скорее всего, наверное, то, что страх какой-то. Вот, подпустить мужчину... Подождите, я понимаю, страх был. Так вы просто их не допускали? Или вы допускали, но не получалось, потому что сведение, это называется вагинизм. Вагинизм. Нет, просто был страх. То есть вы просто не доводили до этого, правильно? Да, 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 да. А, понятно, 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 понятно. Все ясно, все, это не вагинизм. Хорошо, значит, скажите, ну, а как же вы все-таки жили, вот, вот, что это за жизнь, а? Ну, не знаю, я не считаю своей жизнью какой-то, которая, ну, мне кажется, все так живут, многие, многие так живут, просто у других людей есть семья, у меня ее нет. Вот так я и живу. Нет, вы знаете, вы знаете, вот вы говорите многие, у меня очень много я, скажем так, консультирую, ну, предположим, женщина, ну, не может создать семью, но у нее были многочисленные какие-то отношения, они просто кончались медным тазом, понимаете? Ну, отношения были, а у вас вообще нет отношений? Или не было, не было отношений вообще, правильно? Ну, можно сказать и так, можно сказать и так. Нет, подождите, что значит можно сказать, так были или не были? Нет, не было. Не было, значит, не можно было, а так оно и было. Хорошо, скажите, а вы себе уже во взрослом состоянии, вот, когда вы выпорхнули из родительского дома, значит, употребление алкоголя было или нет? Нет, не было. Не было, не было. Так, наркотиков тоже не было? Нет, не было. Скажите, булемия была, что вот хотелось, значит, приступы обжорства наступали? Нет, нет. И этого тоже не бывало, вот. Хорошо, самоповрежения были? Нет, не было. Вы себе не резали руки? Нет, ничего не резала. Попыток, попыток, значит, ну, кого-то там шантажировать, сказать, я сейчас, если ты, так я сейчас выпью таблетки, такого тоже не было? Нет, ну, вы знаете, когда вот я жила с мамой, она мне вообще очень придирчива, и, ну, допустим, я мою окно, она мне там, ну, вот тут помой, вот тут помой, я говорю, отстань от меня, я сейчас из окна выпрыгну. Ну, то есть это был как-то... Понятно, это шантаж был, да, да, да. Скажите, а где мама? Мама жива? Нет, она умерла 15 лет назад от онкологии по-женски. А сколько лет маме было? 56. 56. Хорошо, а вот эта двоюродная сестра, которая как родная мама воспитывала ее, у вас с ней отношения есть? Вы как-то поддерживаете? Пять лет назад я совсем прервала отношения, то есть это было, ну, с моей стороны. А почему вы прервали? Ну, наверное, потому что, знаете, скорее всего, ну, какой смысл делать вид, что ничего не произошло, правильно? Я же, ну, как-то сейчас же я понимаю, правильно? Может быть, тогда я не понимала, что происходит? А сейчас-то я понимаю, ну, не знаю, а причем она еще ребенка родила от него, вот я не сказала. Я говорила это, нет? Подождите, она родила от вашего отца ребенка, да? Так вы что, рассердились, вы не понимали, а теперь что вы поняли пять лет назад? Что она просто больной человек, или что? Ну, возможно, да, возможно, да, то, что там все больные, но я, наверное, тоже. Скажите, у вас проблем не было с милицией, там, вот, с полицией? Этого нет, да? Нет, никаких. Никаких, да. Ну, хорошо, хорошо, в общем, жизнь, жизнь еще та была. Скажите, а вот что же все-таки со стороны здоровья, и когда появились первые признаки? Ну, первые признаки, это, наверное, когда умерла мама, я вот, я вот, я, я тогда, вот знаете, как получилось, то есть у меня заболела мама, то есть я за ней полгода ухаживала, то есть я вернулась обратно домой, и нас сократили, и вот в этот период, когда нас сократили, она умерла, и, то есть, ну, наверное, я тогда не знала, но, скорее всего, это была депрессия, то есть я вообще не вставала, будем так говорить. Подождите, а вы не, вы расстроились из-за смерти мамы, или больше из-за увольнения? Скорее всего, я растерялась почему-то. Растерялись, мама. Скажите, скажите, а мама, у мамы квартира была? Ну, вот она была, мы же ее продали. А, вы ее продали, то есть у мамы уже не было своей квартиры. Понятно, понятно, понятно. Скажите, ну, и это 15 лет, это 45, и 15, это 35, это 30 лет, да? Да, да, да. 30 лет. А в чем проявилась депрессия? Ну, я практически не вставала, то есть, ну, как я, вот выходила в туалет, там могла чай попить, просто лежала. Почему? Потому что, ну, у нас же соседи еще есть в общежитии, и вот я помню, когда она зашла и стащила меня с кровати, там, начала что-то орать на меня, вставай, ты лодырь, ты ничего не хочешь, и все такое, давай, как бы поднимайся. А я вообще ничего не понимала, что происходит. Подождите, это была первая депрессия в вашей жизни? Наверное, скорее всего, первая, это когда меня отец все-таки изнасиловал. Да, это тоже было, понятно. Скажите, вот тут очень важный вопрос. Вот, когда мама умерла, и вас одновременно уволили, вы считаете, что вот смерть мамы и увольнение, ну, все это, ну, вы осиротели, правильно? Остались одна. Ну, если честно, я себя сиротой не считала, как-то, ну, я не знаю, но просто... Ну, хорошо, отчего вы, а тогда я вам задам вопрос, значит, отчего вы, как вы думаете, по какой причине на фоне смерти мамы и увольнения вы погрузились в депрессию? А, ну, может быть, знаете, она всегда говорила, ну, то есть, всем то, что за мной нужно присматривать, то, что я одна не смогу прожить, ну, то есть, как бы дурочка вот такая. А, то есть, вы почувствовали, что все, мама умерла, все, я одна, значит, как дальше будет, да, правильно? Да, да. Появился страх, появился страх и, скажем так, вот непонимание, что будет дальше, да? Да, все финансовое, финансовое даже больше. Финансовое, ну, понятно, понятно, финансовое. Подождите, финансовое, вы же от мамы не зависели до этого или зависели финансово? Она, когда я ушла, она на меня очень сильно обиделась, мы с ней полгода не разговаривали, потому что она мне сказала, давай, иди вроде поживи две недельки одна, потом предскажешь. А я как бы не пришла, вот, ну, как-то. Подождите, нет, я не об этом. Скажите, когда вы ушли из дому, вы мне сказали где-то там в 20 чем-то лет, вот, вы же самостоятельно себя обеспечивали или мама вам помогала? Нет, она мне сказала, что она мне ни копейки не даст, потому что она считала, что я должна жить с ней, вот с ней жить. А, если, вот, если бы вы жили с ней, тогда бы мама помогала, да? Да, ну и то все равно, когда я жила с ней, она отбирала у меня все деньги. То есть она считала, если я живу с ней, значит, ну, она сама знает, как мне жить, что мне копейки. А, понятно. Так вот, я не могу понять, мама умерла, она вам и так не помогала. Почему вы, у вас появился страх финансового краха, что вы не сможете жить из-за финансов? Вы же сами до сих пор, до смерти мамы жили, сами себя обеспечивали или как? Да, ну, мне кажется, это, скорее всего, ну, внушение, внушение, потому что, я говорю, она все внушила, чтобы за мной все присматривали, потому что я не смогу жить одна. Ну, вот никак не смогу жить одна. И мне это говорит, что ее смерть. Хорошо. Скажите, как долго длилась эта депрессия? Ну, наверное, может быть, ну, где-то полгода, год, но, если честно, я уже даже не помню. Хорошо, а вы лечились? Вы обратились к кому-то? Нет, нет, я не знала, что это возможно было. Просто мне все говорили, что, ну, как бы лень, лень, я лодырь, и вот правильно, что мама так говорила, что ты не сможешь жить, что она умрет, и все, и я тоже помню. И вы решили, что вы таки лодырь, да? Вы не считали это болезнью, да? Нет, нет, я это совсем, ну, может быть, года два назад узнала, что, ну, депрессия, что это не какая-то лень, а то, что это действительно болезнь. Подождите, а вы себя осуждали за якобы ленность? Да, конечно, конечно. Ну, а как вы себя осуждали? Ну, вот что вы говорили? Ну, что я такая же, как отец, лодырь. А, понятно, понятно. То есть, мама, мама это тоже внушила, ты копия своего отца, да? Да. Понятно, понятно. Хорошо, сколько таких, этих эпизодов депрессии было? Ну, наверное, вот это вот сейчас, если это депрессия, я, конечно, не знаю. Возможно, четвертый, вот такой вот прям сильный, прям такой сильный. Сколько? Четыре? Да, четвертый, скорее всего. А вот очень важный вопрос. Значит, первый, понятно, смерть мамы, увольнение, значит, внушение, ты сама не проживешь, ты ленивая и так далее. Это повод был. А остальные три приступа чем были спровоцированы? Почему они возникли? Ну, предпоследний это был, который, вот я говорила, то, что начал обращать внимание женатый мужчина, мне пришлось уволиться, вот, из-за этого. Я прям вообще просто потерялась, действительно, мне в такой степени хреново было. Все самое интересное потом, как выяснилось, что он разлился. А когда я у него спрашивала, он мне сказал, ну, вроде, я вообще даже не понимаю о чем-то, и все такое. Мы с ним переписывались, и он как бы на попитую пошел. А мне все говорили, мол, что тебе надо, на тебя внимание обращают, что ты кочевряжешься, будем так говорить. А я просила, но он, ну, вроде у меня жена, потом выяснилось, что он был в разводе. То есть, как-то так получилось. И это потрясло вас, да? Что вот вы сами себе навредили, да? Да, да, да. Хорошо, это, а следующий, значит, приступ, чем был спровоцирован? То есть, давайте так, давайте так, пациентка инкогнито, я вам задам просто такой вопрос. Все приступы депрессии, вот четыре, они провоцируются какими-то событиями негативными в жизни или на ровном месте? Все хорошо, а вы впадаете в депрессию. Ну, скорее всего, на ровном месте. У меня такое чувство, что я теряю жизненные силы, энергию, и мне уже ничего не нужно. Вот как-то так. Подождите, то есть, ничего не происходит. Проблема, мама умерла, там кто-то бросил вас, вас уволили, и какое-то выходное положение, и оно провоцирует депрессию. Или все нормально, все как обычно, никаких потрясений нет, никаких стрессов нет, а у вас возникает депрессия. Вот сейчас вот последний, то есть, никаких потрясений нет, вот сейчас вот, если говорить. А все три остальные, там были какие-то потрясения. Ага, понятно, понятно, все, это важно. Скажите, а когда последний раз вы заболели? Ну, это знаете, когда еще начинается где-то, вот когда дни короче становятся, вот зима вот эта вот, и мне, я не знаю, мне не хватает дня, что ли, вот какие-то дни короткие становятся, и я, ну, в уныние в какое-то впадаю. То есть, подождите, ну, а так это же не каждую зиму у вас, или каждую? Ну, каждую, но я могу это пережить, как бы, я, ну, настраиваюсь на то, что, допустим, все это заканчивается, день будет прибавляться, и все будет нормально. Подождите, а когда это начинается? Это называется сезонная депрессия. Вот в каком месяце она начинается, и когда заканчивается? Где-то в ноябре, в ноябре где-то. А заканчивается? Ну, вот заканчивается, но уже, в принципе, должна закончиться, по идее, потому что же солнце. Где-то в марте, в марте, да, в марте. Да, да, да. Значит, ноябрь, декабрь, январь, февраль, понятно, где-то четыре, это так называемое зимнее, когда темно, да, рано темнее, да, мало света, солнца и так далее, и так далее. Хорошо, а вот какая симптоматика, вот что вы чувствуете во время этих депрессий? Мне не хочется ничего делать, просто хочется лежать. Ну, как лодырь обычно, вот лишь бы ничего не делали. Не-не, ну, лодырь, вы знаете, я не верю, что есть лодыри. Есть больные люди, а их называют лодырами. Нет, кто-то жилок разрушает. Ну, вот какой живый лодырь, значит, такую жизнь тяжелую прожили. У вас, естественно, это депрессия. Скажите, а летом никогда не бывает депрессий? Вот было вот, когда я вот уволилась из-за того, что, ну, вот, да, там была прям жесткая, вообще просто жесткая. Вот тогда я поняла, что действительно депрессия. Ну, у меня, знаете, как было, то есть я уволилась где-то в феврале, и у меня, ну, то есть пухарилька лежала, ну, будем так говорить, на столе. Уже лето у меня пухарилька лежала на столе, то есть вот я оклемалась когда. А оклемалась я тогда, когда у меня кошка умерла, я почему-то решила, что это я ее довела. Ну, то, что не обращала на нее внимания, она у меня умерла от этого. У меня как-то, ну, очокалась при таком. Подождите, я не понял, когда это было? А, ну, это было вот лет семь назад. Вот семь лет назад. Семь лет назад? Да. И когда же она началась? Месяц? Месяц. Ну, где-то в феврале. Нет, началась она, наверное, уже раньше. Вы понимаете, я еще, вот от этих переживаний я еще ходила на работу, я думала, что все мне это кажется, что все. Образумица, а потом уже, когда поняла, что уже все, ну, я решила уволиться просто. Потому что поползли слухи. То есть, то есть вы уволились из-за депрессии, да? Ну, 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 да, скорее всего, да, просто я уже не смогла там находиться, мне было тяжело морально. Нет, подождите. Так морально было почему? Работа не нравилась или потому что самочувствие было плохое? Самочувствие было плохое. Ну, так это депрессия, конечно. Скажите, суицидальные мысли были? О, да, вот это единственный раз, наверное, были. Вот единственный раз были, вот за всю депрессию. Это когда? Ну, вот, которая семь лет назад. А, семь лет назад. А причина той депрессии внешняя была или внутренняя? То есть, что-то произошло? Внешнее. Какая? Что там произошло? Вот я говорю, то, что вот женатый мужчина, а потом он оказался, что он не женатый. А, из-за мужчины. И вы были, и вы себя корили, да? Вот, смотри, какая я дура, почему я кочевряжилась, да, и так далее. Да, 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 да. Понятно, понятно. Ну, хорошо, хорошо. Скажите, а вы к врачам обращались вообще-то? Нет, не обращалась. А, ну, смотрите, я, если честно, я вот перед приступами, допустим, ну, вот этих депрессий, я обращалась к психологам, к обычным. Ну, как-то, ну, что-то не получалось. Ну, три-четыре раза я могла сходить, ну, как бы на сессию, на сеанс. А потом понимала, что же, ну, как-то не помогает мне. Я об этом говорила, ну, как-то, ну, вроде, ну, ну, не помогает, а не помогает. Мне как-то, мне никто не говорит, что у меня депрессия. Ну, понятно. Просто я ходила, разговаривала о своей жизни. Нет, подождите, а к психиатру ходили? Нет, не ходила. Я думала, что это уже совсем, ну, для таких, ну, которые люди, которые не могут сами обслужить тебе. Вы понимаете, вот, вы медикаментами, антидепрессантами ни разу не лечились, да? Нет, нет, нет. Да. Ну, а психолог, а что психолог? А что психолог? Скажите, ладно, а все-таки что основное в жизни мешает вам жить? То есть, если честно, я даже не знаю. Даже не знаете? Да, я даже не знаю. В принципе, вот я вот живу сейчас, а на мне нормально, правда. Вот мне как бы не нужно ничего. Ничего не нужно? Да, ну, я имею в виду то, что вот, ну, как обычному человеку нужно, там, семья, ребенок. А мне это как бы ничего не нужно, мне просто спокойно. Я боюсь, что если у меня будет семья, это беспокойство. Нет, я это понимаю, я это понимаю. Ну, хорошо, а вы в отпуск ходите, ездите куда-то или нет? Ну, да, я хожу в отпуск, ну, как-то радости я не испытываю никакой. То есть, ну, съездил там, еще куда-то съездил. Ну, а радости нет от жизни? И вообще радости нет от жизни или есть? Нет, ну, практически не хватит. А как вы думаете, вот вам 45 лет, а ваше восприятие, ваше поведение, оно соответствует какому возрасту? Как вы думаете? Ну, вот вам 45 лет. В 45 лет это уже зрелый человек, понимаете? А вот в 45 лет вы ведете себя, вы ощущаете жизнь. Как, скольки летняя девочка или женщина? Ну, ну, я не знаю, ну, мне кажется, у нас свой возраст. То есть, я уже понимаю, что у меня 45 лет. То есть, я знаю, что у меня 45 лет. И уже, ну, как бы это середина жизни. Нет, я понимаю, конечно, середина. Конечно, середина. А может и меньше уже, а может быть, вернее, больше и так далее. Дело не в этом. Ну, вот вы смотрите. Вот у вас же есть там соседи, ну, какие-то знакомые, коллеги. Вы же видите, что ваша жизнь отличается от среднестатистической или нет? Ну, это я вижу прекрасно. Ну, мне не нравится их жизнь, понимаете? Какая жизнь? Вот других или ваша? И других тоже. И мне кажется, что я все-таки у всех живу неспокойнее. Потому что, ну, у меня раньше были подруги. Меня их отвадило, потому что все их, наше общение, ну, сходилось к тому, что мужи опьюнут, денег нет, дети непослушные. Вот это вот, знаете, я как помойное ведро была. И то есть, ну, как-то так. То есть, вы считаете, что будучи одной, вот, в жизни спокойнее, чем в семье бы, правильно? Да, да, правильно. Хорошо. Тогда вопрос следующий. А с какой целью вы обратились ко мне? Ну, то, что у меня вот эти приступы депрессии, чтобы я хотя бы, понимаете, ну, не увольнялась с работы, будем так говорить. Не выпадала из жизни на какой-то период времени. А как вы думаете, а почему вы выпадаете из жизни? Ведь 8 смен работы. Это же не всегда депрессия была. Или всегда? Восьми случаях смены работы. Ну, вот последний случай. Ну, я не знаю, правда, как вам ответить. Была это, не была. Правда, я в замешательстве не могу вам ответить. Ну, хорошо. А как вы живете планово? Вы вообще задумываетесь вот о завтрашнем дне? Или живете сегодняшним днем? Ну, можно сказать, да. Ну, как бы я... У меня есть, конечно, финансовая подушка. Ну, как-то я понимаю, что придет время, мне придется устроиться на работу. Мне кажется, что вот я работаю только от нужды, от безысходности. Подождите. То есть, работа вас, как таковая, не интересует, да? Нет, нет. Ну, а чем она может интересовать? Она, например, творческая, как таковая. Ну, я понимаю, это простая работа, конечно, и так далее. Все ясно. Вот. Важный вопрос. Значит, а работать вы начинаете тогда, ну, когда деньги кончаются, надо же кушать, надо же платить, да, там, за общежитие, правильно? Одеваться надо. Да, да, абсолютно правильно. А потом проходит какое-то время, и эта работа надоедает вам, правильно? Скучно? Или как? Правильно, правильно, правильно. Все ясно, все ясно, все ясно, все ясно. Скажите, а на сколько лет вы себя чувствуете? Ну, лет на 30, может быть, так. Лет на 30? Да, но я не веду себя, как на 30 лет. То есть, я веду себя, будем так говорить, как 45-летняя кошелка. То есть, вот, как так. Скажите, а какие-то родственники у вас, кроме сестры, имеются еще или нет? Да, у меня много родственников. Ну, как бы, у мамы было три сестра родные, то есть, у каждого из тестеров есть дети. То есть, ну, они все устроены. Ну, как устроены? То есть, у всех есть семья, дети. Вы с ними не общаетесь? Нет, не общаюсь. Почему? Я их не понимаю. Я не понимаю их философию жизни, жить, допустим, с пьющим мужчиной, убегать из дома. И, несмотря на все это, ну, не знаю, как-то так. То есть, вы их не понимаете? Скажите, а вас не называли страной, белой вороной? Да, не от мира сего. Не от мира сего, да, называли. А кто называл? Да все, практически. Вот даже соседка, она мне еще говорит, ты странная. Я говорю, что во мне странно? Она говорит, ну, я не знаю, ты странная. Вот как-то так. Ты странная, и все. И это было постоянно. Хорошо, скажите, а что вас держит на этом свете? Ну, знаете, вот как обычно говорят, то, что, ну, когда у человека нет семьи, там детей, правильно, как же спрашивают? А зачем ты живешь? Ну, я как отвечаю, ну, меня родили, вот я и живу. Ну, как-то, ну, а куда мне деваться, правильно? Меня же родили, я вот живу. А что у вас вообще, вот у вас есть какое-то хобби? Вот что вас интересует? Ну, нет, практически нет. Ну, может быть, оно бы и было хобби, но, мне кажется, все-таки нужны деньги. На хобби нужны деньги, чтобы что-то там купить, там еще что-то. Ну, бывает хобби и без денег. Там, понимаете. Ладно, бог с ним, бог с ним. Ну, хорошо. Значит, ваша цель – это все-таки пролечить эту депрессию, да? Да, да, да. Скажите, а вот сколько вы уже не работаете, вот, последний раз? Год? Ну, месяц, месяц, совсем недавно. А, совсем недавно уволились? Да, да, я поэтому и решила, ну, чтобы как-то разобраться. Ходила к двум психиатрам, и все неудачно. Ну, неудачно как? Совсем. То есть я заходила, можно сказать, и сразу выходила. Как-то вот так, вот, от себя проходила. Хорошо. А что сейчас вас беспокоит? Расскажите, пожалуйста. Меня сейчас, ну, наверное, беспокоит то, что мне будет страшно устраиваться с одной новой работой. Потому что я знаю, что будет опять одно и то. Я проработаю какое-то время и уволюсь. Вот, наверное, вот это. Я хочу избавиться от этого. А вы знаете, что таблетки этого не были? А почему страшно? А то есть страшно, что опять вы проработаете какое-то время и уволитесь, да? Или страшно, что через какое-то время опять депрессия наступит? Ну, у вас, ну да, вот это вот, постоянно, вот. Так это депрессия. Она наступает в связи с сезоном, там, ноябрь, декабрь, короткая. Вот. Или она наступает просто потому, что надоедает. Вот. Работа надоедает. Неинтересная работа. Ну, в принципе, работа сама по себе неинтересная. Ну, еще, ой, забыла уже, что хотела сказать. Ой, из головы выглядело. Ладно, вспомню, потом скажу уже. Не помню, что-то я хотела сказать. Может быть, важное что-то, а? Ну, не знаю, может быть, потом вспомню. Хорошо, хорошо, хорошо. Вы понимаете? Вы понимаете? Скажите, а можно сказать, что жизнь, она забила вас, а? Или нет? Ну, возможно, может быть, забила. Может быть. Может быть. Вы вообще-то активная, инициативная? Раньше, может быть, у меня и было такое. Но всегда мою инициативу ее как-то припекали. Понимаете? То есть не высовывайся, не лезь. Мне мама постоянно, она у меня очень сильно любила по костям ходить. Если когда-то мы шли в гости, она мне всегда говорила. Не позорь меня, держи свой рот на замке. То есть, ну, как-то так. То есть не позорить. Чтобы я ее не позорила. Если я пыталась как-то спорить с родственниками, она тоже мне рот затыкала постоянно. Не лезь в бутылку, не лезь на рожон, даже если я была права. Так мама вас, подождите, так кто вас забил? Мама, школа, отец. Кто вас забил? Да все, наверное, все подряд. Все подряд. И мама, и сестра, и отец, и школа, да? Да. Кошмар. Ну, вы знаете, вы знаете, в общем-то, похоже, конечно, на... Там имеется, несомненно, генетика. Кстати, а мамины сестры, они психически здоровые? Ну, как в психбольницах никто не наблюдал. Так, условно здоровы, будем так говорить. Ну, хорошо. У всех мужья есть? Да, все замужем, все устроены. Все устроены, все работают, да. Скажите, а бабушка, дедушка по маме здоровые были? Там алкоголиков не было? Дедушка умер, когда было маме 9 лет, а мама умерла, когда ей было 16 лет. И я как-то попыталась мамой поговорить, узнать побольше о моей... Ну, я же их никогда не видела, она мне поздно, мама рыпала. Вот, и она как-то заплакала и сказала, что ты мне в душу лезешь. И вообще, зачем тебе это нужно? То есть я про них практически ничего не знаю. Но вы не в курсе дела? Дедушка по маме не пил? Скорее всего, все пили. У нас продукты пьют, и все практически... У нас очень мало... Знаете, вот как я смотрю, у нас в основном рождаются девочки. Один мальчик 10 лет, и там, ну, либо судимый, либо алкоголизм. Подожди, у кого? У кого это? Либо судимый, либо... По женской линии, по женской линии, по женской линии. Вот смотрите, у мамы три сестры, у каждой, то есть дочка и сын, и вот все вот эти сыновья, они как бы не путны. Будем так говорить. То есть, ну, алкоголизм, и все практически судимые, в основном, по глупости. Понятно. То есть это у ваших двоюродных братьев и сестер, да? Да, будем так говорить, да. А от кого они, если ваши тети нормальные, так от кого они алкоголиками становятся и по тюрмам? От их отцов или как? Да, отцы, у них все пьющие. А все ваши дяди, то есть мужья ваших тетей, они все алкоголики, да? Да, да, все верно. А, понятно. Ну, они к вам не имеют никакого отношения. К вам имеют отношения бабушка, дедушка, мама ваша и тети. Все. Это, значит, один генофонд. Вот. А все остальные не имеют отношения. А по отцовской линии вы не знаете? Бабушка, дедушка, дядя, тетя. Со слов своей мамы я слышала то, что бабушка, ну, там, гулять ли женщина, там было сто мужей. Но я ее один раз в жизни видел. То есть, ну, как по мне, хорошая бабушка такая. То есть, как-то я не заметила. Ну, у меня, в принципе, тогда 13 лет было, я, может, и как-то не понимала. Ну, я не совсем понял. А отец тогда в кого пошел таким, вот такой непутевый? Он же больной человек, психопат тяжелый. Ну, я вот этого не знаю. Так он пошел в деда или в бабушку? Про деда, его отца я вообще ничего не знаю. И про бабушку тоже практически ничего не знаю. А у него были братья, родные и сестры у отца? Нет, точно не знаю. Двоюродные были, а родных, по-моему, не было. Родных не было, понятно. Хорошо. Следующий вопрос. А как мама вас рожала? Нормально? Нет, рожала мне, ну, как, тяжело, как все, наверное, рожают. Ну, то есть, как она говорит, ты меня всю измучила. То есть, а так, ну, она говорила то, что, когда я родилась, сказали, ну, умненькая, хорошенькая девочка, там, спокойненькая, и все. И потом она говорила, когда она, ну, я тихая, спокойно была в роддоме-то. А потом, когда она меня принесла домой, у меня род не скрывался. То есть, и даже был такой эпизод, она мне говорила, то есть, она меня укачивает, успокаивает. Я не могла успокоиться, она меня со всей силы бросила до кровати. То есть, даже такое было. Потому что невозможно было меня успокоить. Кого? Меня. А, вас, вы были беспокойной, да? Да, да, грудная была очень маленькая. Плакали, плакали, да? Да, да, да. Скажите, а вас на учет не взяли? Вы имеете в виду в школе? Нет, нет, на учет, на учет к врачу после родов. Нет, не взяли. А в школе вы что, на учете стояли? Ну, я не знаю, как это назвать, учет, не учет. Меня отправляли на какую-то комиссию, где мне нужно было прочитать, написать. У меня еще было такое, что я цифры могла подсеркать. Подождите, так что, они считали, что вы слабоумная, да? Ну, да, скорее всего, да. Так они вас посчитали слабоумной или нет? Ну, я не знаю, маме предлагали мне отдать в другую школу, и мы с ней шли, я ее дергаю за руку, говорю, мама... Подождите, в другую школу для, скажем, таких больных детей, да? Или как? Да, да, все верно. Но мама не перевела? Нет, нет. Скажите, а вы ходить, разговаривать, вовремя начали? Это все вовремя. Вовремя, да? Вовремя, да? Я вас слушаю, вы, несмотря на то, что такое воспитание получили, такая жизнь, вы довольно смышленая женщина, довольно смышленая, все правильно, и речь нормальная, вот, так что слабоумия я не вижу. Вот запущенность, да, запущенность, потому что никто вас не воспитывал, никто вами не занимался, правильно? Сказки вам кто-то читал в детстве? Нет, ну, рассказывала одну и ту же, одну и ту же сказку по несколько раз, я уже сама могла потом, ну, повторить. Подождите, а кто читал вам сказку? Ну, она не читала, я когда рядом с ней, я боялась вообще, ну, спать одна, я с ней спала, и она мне рассказывала одну и ту же сказку, там, про колоха, там, все про колоха, про мальчику и медведя. Да, сложный случай, я даже не знаю, это что, вы хотите что, антидепрессант? Вы знаете, я даже не знаю, вот, нужен ли вам антидепрессант? Не нужен, вы думаете? Ну, я еще не решил, вы понимаете, очень сложный случай и очень такой, скажем так, случай нетипичный. Вот я хочу понять, что там, запущенность, гены, вот, по отцу, ну, вот такая, понимаете, воспитатель, никто вами не занимался, никто, абсолютно. А в школе вы хорошо учились? Нет, плохо. Почему? У меня с математикой очень плохо было. Ну, с математикой и у меня было плохо, а с другими предметами? С другими предметами, ну, как гуманитарные мне нравились, ну, я говорю, я боялась в школу уйти, потому что, ну, меня обзывали всегда второгодницы, я боялась идти в школу, и, скорее всего, я просто вот сидела и думала, что быстрее бы уже домой прийти, то есть, адвитар. А, понятно, понятно. В школе, а ты был мат. Ну, хорошо, по гуманитарным предметам были нормальные оценки или нет? Ну, да, они плохие. Тройки, четверки. Пятерки мне никто никогда не ставил, ну, потому что, правда, странно. Скажите, а учителя, как они относились к вам? Ну, смотря какие. То есть, была учителька, когда на старший класс перевели, у нас была, ну, классная руководительница, она от меня всегда заступалась. А другие как-то, ну, 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 не знаю, не знаю. Они меня всегда сравнили, у меня сестра всегда вот хорошо учила. Она отличница была. И даже если вот что-то, ну, нарисовала или, там, сделала правильно, они мне не верили, они говорят, что это не ты, это твоя сестра. Да. То есть, как-то так. То есть, я не совсем расслышал. Значит, у учителя никто вас не поддерживал. Был хоть один учитель, который проявлял, значит, какое-то внимание, какую-то поддержку? Ну, это в старших классах. И то мы уже потом, ну, это ставьте мне долго, потому что мы потом переехали. То есть, вот, один единственный учитель был, она прям сильно за меня отступалась, говорила, отстанься от нее, чтобы мне предстали, чтобы ее задергали. То есть, это учитель французского и наш классный руководитель, будем так говорить, совместитель. Понятно, понятно, понятно. Понятно, да. А как мама отреагировала, когда вы в 14 лет бросили школу? А, уже не 14, вам было 15-16, да? Да, так мы же не бросили, мы же переехали, а вот на этот хутор, а там же школы нет? Так это, а как мама могла позволить взять, переехать на какой-то хутор с тем, чтобы дочка не ходила в школу? Ну, наверное, все-таки она за себя больше боялась, мне так кажется. Хорошо, так маму же могли наказать за это. А где были эти органы социальной защиты? Как эта девочка исчезла и все, и не учится? Ну, хорошо, а когда вы вернулись, а когда вы вернулись в город, вы пошли в школу или нет? Нет, не пошли. Я не пошла, и то есть, ну, она меня даже не пускала, ну, я не знаю, она искала тысячи отговорок, миллион отговорок, чтобы вообще, даже вот на любые курсы, допустим, парикмахер, там, еще куда-то, ну, я не знаю, как вам это объяснить. А у меня же самой денег нету, правильно, я только приехала откуда, у меня ни денег, ни одежды нет, ну, куда я пойду? На тот момент уже все было платно. Или нужно было хоть какое-то образование в школе, но у меня его не было. Ну, еще мама ваша тоже. А мама не пила, кстати? Нет, 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 вот это нет, никогда не пила, не курила, то есть, здоровый образ жизни была, абсолютно. Здоровый образ жизни, а это вот, она была, часто меняла мужчин? Нет, у нее только был отец. Отец, ну, отец, все ясно, с отцом все ясно, это на голову, на всю голову больной человек. Вот, а вот мама, 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 как будто бы с одной стороны и работала, а с другой стороны, а с другой стороны, она же абсолютно не обращала внимания. Кстати, а мама, мама какое-то образование имела или нет? Нет, не имела, она переехала из деревни, сразу в город и пошла работать на завод, то есть, она всю жизнь работала на заводе. Понятно, понятно, ну, вот это, понимаете, что меня поражает, что меня поражает, как мать могла, значит, уехать в хутор, зная, что там нет школы, вот, что там нет школы. Она же знала, что ваш отец живет с ее этой племянницей, или нет? Ну, как я понимаю сейчас, то, что старик, его она знала, ну, я говорю, она просто, наверное, уехала, потому что она уже боялась, может быть, вот эту опеку и попечительству, потому что я до какого-то времени не знала, что вот, ну, моя сестра, это, она у нее не родная. Так нет, я-то понимаю, а что мама по попечительству получала деньги, да? Ну, скорее всего, да. Ну, хорошо, ладно, бог с ним, бог с ним, но все-таки вы родная дочка, там попечительство, это племянница, а вы же это единственная родная, нет, вы же, правда, не единственная, да? Получается, если родная, то единственная, если родная. Подождите, если родная, это я уже попутал, а у мамы и вот эта ваша сестра, да, и все? А, ну, так правильно, значит, единственная, так вот, вы единственная дочь, а мама никакого внимания на вас не обращала, ну, как это так? Ну, я не знаю, может быть, ну... Хорошо, а как она вас называла? Вот как она вас характеризовала? Ну, то, что со мной невозможно разговаривать, то, что я как-то пичка, то, что я там бешеная, то, что я ее позорю, ну, вот как-то вот так. Подождите, стоп, стоп, бешеная? Ну, да, бешеная. А в чем ваше бешенство заключалось? Ну, например, вот смотрите, вот пришла, допустим, соседка с своей дочкой, и приносит, чтобы я померила брюки. Мне эти брюки не нравятся. Я говорю, я не буду их мерить, они мне не нравятся. И вот они все в проем стоят и говорят, померяй, померяй. Я говорю, да не буду я их мерить. И она уже мне приходит встать, я просто встаю и ухожу, ну, хожу на улицу, ну, и я прихожу, вот что, ты меня позоришь, тебе что, сложно, вот брюки померить. Вот, то есть, вот, понимаете, она всегда вот такое чувство, что она отталкивала людей с балкой, вот в бане со мной, и мне приходилось потом... Так это вы не бешеная, а упрямая, они могли сказать упрямая. Бешеная – это когда начинаете рвать, кричать, ломать, истерику. Вот это было что-то или нет? Нет, я не могла себе этого позволить, мне мама бы этого никогда не позволила. Подождите, а если бы вы позволили, что бы мама бы сделала вам? Ну, не знаю, я ее боялась очень часто. Правильно. Не, ну, как вы можете предположить, ну, вот представьте себе, значит, при невестной брюке, значит, вы отказываетесь, не хотите их мерить, а вы взяли бы еще и порвали. Вот чем бы кончилось? Ну, это так, повоображаем. Ну, она, мне кажется, просто при людях начала меня унижать, там, даже и ударила. А после того, как люди ушли, что бы мама бы сделала? Да ну, уже, а что еще можно сделать? Ну-ка, бить, бить вас, бить. Она бы и при людях меня ударила, то есть она не стеснялась на людях, говорят, что она меня бьет. А, подождите, а как она вас, избивала прямо, истязала или нет? Ну-ка, когда могла взять меня за волосы, там, мотать, там, ну, просто вот в ярость какую-то она, в рашик какой-то входила, ее невозможно было остановить. Да, 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 да. Скажите, а внутри у вас бывает раздраженность на окружающих людей? Вот внутри? Да, бывает. А внешне вы не можете позволить себе? Нет, внешне я очень спокойна. Внешне я очень спокойна. А почему? Вы боитесь, да? То есть мама настолько запугала вас, что вы, несмотря на желание ударить, крикнуть, вы должны себя сдерживать, да? Ну, в основном, да, я кричу, только если человек мне ничем не угрожает, ну, будем так говорить, с ним на равных, я могу там и крикнуть, и там еще что-то. А если, ну, выше по статусу, то что у меня уже страх какой-то перед человеком. Ну, я думаю, что я разобрался с вами. Вы знаете, я буду с вами откровенно, хорошо? Да, хорошо. Значит, давайте так, причины. Значит, по папиной линии папа ваш, конечно, нездоровый человек. Абсолютно нездоровый. Он просто больной, я не знаю, чем он больной. И в тюрьме сидел, и алкоголик, и педофил, и жену, этого дочку родную изнасиловал. Он что, пьяный был, да? Ну, мне кажется, на тот момент нет, он был трезвый. Он трезвый, ну, тем более, тем более. Вы понимаете, ну, нормальный человек этого ж не может сделать, понимаете? Все, вот наследственность. Со стороны мамы, со стороны мамы, ну, мама как будто бы более-менее не пила, не курила, здоровый образ жизни. Ну, вот тоже ощущение, что не было в ней вот этого настоящего материнства, понимаете? Вот не было любви, заботы и так далее, и так далее, отстань и так далее, избиения, оскорбления, вот, запугивания. Вы боялись, мать, понимаете? Боялись. Мать забирала вашу зарплату, да, когда вы приходили к ней жить. Да, да. То есть вы зарабатывали, а мама забирала. Почему? Ну, она считала, что если я жду у нее, то она сама будет решать, куда мне деньги потратить, на что. Ну, что мне купить, допустим, трусы или носки, будем так говорить. Подождите, так вы же взрослой уже девочкой были, вы женщиной взрослой были. Ну, и что? Я же с ней живу. А мама вас рассматривала как ребенка, да? Вот, кстати, кстати, а почему мама говорила, что без меня, вот, если я умру, ты пропадешь? Почему? Ну, она считала, что у меня несносный характер. То, что я с своим характером не смогу выжить. Подождите, а в чем у вас несносность вашего характера? Ну, вот, можно спорить с людьми, когда не нужно. Вот, допустим, с родственниками я спорила, с подружками. И она говорила, тебя пришибут за твой поганый язык. Она мне так это говорила. Подождите, а вы так и спорите с людьми? Ну, ну, конечно, да. Ну, допустим, если это родственники, там, знакомые, я могу поспорить, конечно. Не, подождите, так вы всегда спорите? Ну, в основном, да, я могу поспорить. Ну, опять-таки, ну как, ну не всегда, но... Ну, хорошо, а, ну, поспорить, это понятно. Вы же не начинаете кричать? Вы же не начинаете оскорблять? Или как? Нет, оскорблять я не... Я, знаете, как, я первое не лезу, но обиду я тебя не даю. Как ты прав? Отпор я могу дать, но на рожон я первое не лезу. Ну, хорошо, а часто, значит, вы даёте отпор? То есть, вам часто кажется, что люди нападают на вас? Ну, нет, сейчас просто некому нападать. Не понял. Просто сейчас некому нападать. Не, ну, хорошо, это сейчас, а вообще в жизни. У вас, у вас ощущение, что вот человек, с которым вы общаетесь, он враг, он хочет вам больно сделать, нехорошо. Вот такое ощущение у вас всегда возникает? Или часто, или как? Или редко? Ну, как, это по обстоятельствам, будем так говорить. Я понимаю, то есть, по обстоятельствам, а вот эти обстоятельства, что вас окружают недруги, они часто вами воспринимаются, как недруги люди? Да, ну, нет, не часто. Просто у меня как вороводушек. А почему же мама вас называет неуживчивой? Называла? Когда мне приходилось спорить, сейчас-то её уже нет, мама, она же умерла, а вот раньше, да, то есть, мне приходилось спорить, там, с родственниками, там, всё что-то. С кем? С мамой? Ну, с мамой, с родственниками, то есть, я могла поспорить. Ну, это как бы ничем хорошим не заканчивается. Ну, хорошо, хорошо. А ещё, что мама имела в виду, что вы не сможете жить? Ой, я уж не помню, как она мне говорила. Ну, хорошо, а вот вы мне ответьте, а мама права или нет? Я считаю, что нет. Как вот, она мне приспособлена к жизни, вот как она мне говорила. Ну, правильно, вот-вот-вот. А как вы считаете, вы приспособлены к жизни или нет? Ну, я думаю, да, в принципе, ну как, я могу себе одежду купить и заработать, и там, и приготовить. Ну, это вот такие, минимальные. А она большая? А на большая, это что? Ну, больше, ну, я не знаю, ну, что, ну, одежду купить, ну, заработать, покушать, вот, значит, а чтоб купить квартиру, ещё что-то, ну, я не знаю, что больше. У каждого... Квартиру я, конечно, не смогу себе купить, но в отпуске я могу накопить и поехать. Можете, да? Ну, значит, вы понимаете, я вам скажу так, вот, в чём мама была права? Что вы не приспособлены к жизни, ну, в таком стандартном понимании. Муж, дети, квартира, дача, значит, работа, садик где-то на даче. Вот-вот, вот в каком плане. Вот в каком плане. Значит, мужа нет, связи нет, вот, одна живёте, квартиры нет и так далее, и так далее. Вот это, в этом плане. А в остальных планах вы, конечно, приспособлены. Вы работаете, вы с голоду не умираете, вот, вы где-то живёте. Но, но, всё-таки, вот, вся ваша жизнь, она уровнем, уровнем, ну, отличается от среднестатистической, правильно или нет? Да, правильно. Ну, вы знаете, вот, вы говорите, то, что моя мама говорит, то, что у меня нет семьи, она более-то и не хотела. Ну, опять-таки, как я понимаю, это всё из-за страха. Ну, вот, представляете, я, допустим, выйду замуж, и, ну, а вдруг бы я рассказала своему мужу, вот, ну, то, что меня отец изнасиловал, допустим, и то, что, ну, такая жестокость была в детстве. Мне кажется, она этого боялась, поэтому она, как бы, ну, она мне никогда не говорила, вот, выходи замуж, почему-то замуж не уходишь. Её это вообще не волновало. Она не спрашивала, а где внуки? Она хотела внуков иметь или нет? Нет, не хотела. Не хотела. Ну, в общем, и мама ваша, короче говоря, исковеркали вас. Ну, я вам вот что хочу сказать. Я не знаю, вы понимаете, есть ли у вас сезонная депрессия, сезонная, депрессия, то есть возникающая в ноябре, вот, и длящаяся там уже до светлых, до, значит, до того, когда тёмный период суток укорачивается, то тут нужна, конечно, таблетка. Это с ноября по, скажем так, по февраль, как минимум, по февраль, может быть, по середину марта или до конца марта. Всё. Это одно дело. Это первое. Второе. Если ваша депрессия возникает в связи с тем, что вам тяжело приспособиться к социальным условиям жизни, то тут вам, конечно, нужна не таблетка, а психотерапия. Вот. Вот давайте разберёмся, что же вам больше мешает в вашей жизни. Вот. Зима с её коротким световым днём, с ранним наступлением темноты, вот, и с поздним наступлением светла, так, светлого такого дня. Или всё-таки вот ваша, скажем так, особенность вашего характера. Понимаете? Почему? Потому что то, что нет семьи, нет квартиры и так далее, и там часто меняете работу, это всё-таки не связано с зимой, это стиль вашего поведения, правильно или нет? Ну да, скорее всего, да. Так вот, что вам больше всего мешает в жизни? Ну, это точно не в социуме, то есть, ну, мне кажется, всё-таки это вот тёмное время суток, то есть, ну, как-то так. Не понял. Ещё раз повторите, я не расслышал. Тёмное время суток, скорее всего. Но, если честно, всё-таки, вот, понимаете, если бы меня мужчины как бы не беспокоили, мне бы вообще было отлично. То есть, не обращая на меня внимания, может быть, и не было бы этих депрессий. Подождите, подождите, а почему, вы понимаете, вот странный вопрос, интересный. Мужчины обращают на вас внимание, а вы страдаете это, это же не любая женщина счастлива, когда на неё обращают внимание мужчины. Так это же ничего не заканчивается, это заканчивается плачево, вот всё и дело. Подождите, а как вы думаете, почему так заканчивается хреново, а? Вот мне кажется, что они не от мира сего, понимаете? Вернее, я не от мира сего. Мне кажется, они это чувствуют, и я это чувствую и боюсь. От мира сего. То есть, если я сформулирую так, что они рассматривают вас как самку, да, для вот использования в сексуальных целях. Или как? Возможно, возможно. А какие-то серьёзные намерения, значит, жениться, создать семью, у них нету этих, да? Вы им нравитесь как женщина, да? Да, возможно, да. Но, может быть, мне это кажется, мне кажется, я не понимаю, я не знаю, как. Вы понимаете, в чём дело? Вы понимаете, но ведь это же не... Вы помните, вы только начали, я вас спросил, сколько лет, вы сказали 45, замужем, вы говорите нет и никогда не было. Это же уже отклонение всё-таки. Я ещё понимаю, если вы бы уродиной были, а вы же симпатичная женщина. Сами говорите, что мужчины обращают на вас внимание, а в молодости, в ранней, вы и сейчас молодая. 45 лет – это молодой возраст. А вот там в 30, 20 чем-то лет, что, молодые люди, нормальные, неженатые, не обращали на вас внимания? Нет, один был, он обращал, мы с ним вместе тоже работали. Но там работала его мама, и как бы она когда узнала, ну, ей не понравилось то, что у меня нет образования. И она как-то его отговорила. Ну, хорошо, ладно, там понятно, понятно, конечно, мама поняла и так далее. Но так что, только один был? А почему один? А почему вы же симпатичные, на вас мужчины, значит, обращают внимание? Так что, больше не было таких вариантов? Нет. Почему? А почему? Ну, я не знаю. Так, может быть, вас это в чем-то, с одной стороны, обращают внимание, с другой стороны, какие-то, значит, женатые, да, которые хотят только побаловаться с вами и так далее, и так далее. А с другой стороны, нормальные мужчины почему-то на вас не обращают внимания. Почему? Потому что нет квартиры или что, или нет образования. Почему? Как вы думаете? Ну, они же не знают, что у меня, допустим, нет образования, я же это, ну, как бы, никому не рассказываю. Нет, я понимаю, да, но они же видят, они же спрашивают, а кем ты работаешь? Ну, а мы же работаем на одной работе, поэтому, ну, там, как бы, профессоров нет. Хорошо, я согласен с вами. Так почему же так, вот почему вашей личной жизни нет, ее нет, личной жизни у вас нет? Ну, вы понимаете, я понимаю, что ее нет, но меня это не пугает никак, правда. Меня это никак не пугает, меня настораживает. Меня больше настораживает то, что это других вот как-то волнует, мое окружение. Подождите, я не понял, то есть вы не страдаете от того, что у вас нет мужа, да? Да, да, да. Не страдаю. А чего вы страдаете вообще? Я хочу понять, а чего вы страдаете? Что мешает вам? Что напрягает вас? Что делает вашу жизнь, ну, несчастливой? Ну, возможно, когда люди другие вторгаются в мое личное пространство, возможно, так и пытаются навязать мне свои какие-то, ну... Подождите, а кто вторгается в ваше пространство личное? Ну, окружающие, допустим. Ну, какие? А чего они должны вторгаться? Ну, вот, допустим, коллеги по работе. Вот приходят же на новое место работы, правильно? Задают вопрос, замужем, не замужем? Дети есть, нет? А почему нет? А ты что, ни разу замужем не была? Подождите, подождите. Это в отделе кадров, да? Нет, это коллеги по работе. В отделе кадров, ну, мне кажется, им все равно вообще. Ну, в отделе кадров это правильные вопросы. Они должны понять, почему. Там может быть алкоголичка, почему не замужем и так далее. А вот окружающие, ну, это любопытство, понимаете? Вот, вот, любопытство, любопытная Варвара, да? Вот, и так далее, и так далее. Ну, это жизнь. Это жизнь. Это жизнь. И это некультурные люди, необразованные люди, вот, без всякого такта, без всякого понимания. Поэтому они и спрашивают, почему тебе 45 лет, почему у тебя нет мужа, почему у тебя, понимаете, это бескультурия, это хамство. Это хамство. Вот, значит, естественно, а что вы хотите? Если вы работаете там где-то в уборщице, в магазине, там определенная категория людей. Они невоспитанные, понимаете? Они невоспитанные, они и задают такие вопросы. Потому что нормальный человек, вот, я почему спросил, так я врач, я должен понять. А если нормальный человек, он не спрашивает, почему. Это если уже человек близок к вам, да, близок, уже, скажем, там подруга какая-то, она может поинтересоваться. А вот так, чтобы чужой человек, почему ты не замужем, понимаете, это неприлично. Это неприлично. Человек не понимает, что такие вопросы нельзя задавать. Ну, хорошо, а как вы реагируете на такие вопросы? Ну, я отшучиваюсь как-то. Не понял? Отшучиваюсь, отшучиваюсь. Отшучиваетесь? Да. А вообще эти вопросы вас ранят? Ну, наверное, скорее всего, да. Скорее всего, да. Еще знаете, какая проблема? Вот, возможно, не то, что еще спрашивают. Бывает, ну, допустим, знакомишь с человеком, да, она же знает, что я не замужем. И потом через какое-то время, ну, это где-то, знаете, получается, через полгода, и давай я тебя замуж выйдем. Ну, и пытаются вот сватовством заниматься. Как-то вот так. И меня это тоже очень сильно беспокоит. Вот, то есть люди начинают заниматься сватовством. То есть я чувствую себя в этот момент... А, сватовством ищут вам мужа, да? Да, 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 да. Я вот себя чувствую ущербной какой-то. А почему это вас так, скажем, ну, действует негативно на вас? Ну, я чувствую себя какой-то ущербной, потому что я сама не могу замуж выйти. Хотя я понимаю, ну, наверное, так бы... Не, подождите, а я вам скажу следующее. Конечно, вам нужна психотерапия. Поверьте мне, вам не так таблетки нужны, как психотерапия. Понимаете, у вас неправильное понимание жизни. Давайте так скажем. Вы хотите замуж или нет? Вы хотите семью или нет? Я не знаю, что я там буду делать в этой семье. Вот правда, я даже не представляю себя в роли жены, в роли матери. Вот не представляю, что нужно делать, как нужно делать. Нет, подождите. Это страх. Это непонимание. А я вам задаю вопрос. Вы внутренне хотите иметь мужа, иметь семью, иметь детей или нет? Ну, возможно, я как-то это хотела. Возможно. Но я уже сейчас не знаю. Подождите. Так вот, 45 лет. Поверьте мне, в любом возрасте люди хотят. Так вот, если вы хотите, так вам, в принципе, может быть, и не надо отказываться и от сватовства. А почему бы нет? В целом же это то, вы говорите, я ущербная. Есть же целые, скажем, сайты, страницы, так называемые дейтинг, да? Там датинг или дейтинг, не знаю, как оно правильно на английском. Где знакомства, значит, делается. Там даже платные есть. Так люди же себя не считают ущербными. А почему вы считаете себя ущербными? Ну, они же сами туда идут. Правильно? Или же никто не просит. Они сами идут там и как бы сватаются. И еще, знаете, одна большая проблема. Я не переживаю. Что алкоголь? А в основном все, ну, как бы выпивают. То есть, ну, выпить в выходные там, это как в порядке вещей. А я не хочу. Понимаете? И меня зовут, допустим, пойдем попьем пиво. А я, ну, я не хочу пить пиво. Правда. Мне кажется, что человек уже алкоголь, красава, предлагает мне выпить пиво, допустим, не сок, не чай, а пиво, значит, все. А это конец ему алкоголя. Хорошо, я издам с другой стороны вопрос вам. А жизнь радует вас или нет? А вы довольны своей жизнью? Сейчас нет, сейчас недовольны. Что значит сейчас? А раньше были довольны? С мамой, с папой, который изнасиловал, да? С работой, которую вы часто меняли. С мамой, которая забирала деньги. Ну, может быть, я не знаю, как радоваться. Может быть. Сложно. Сложно. Вы понимаете, с вами очень сложно. И, конечно, я вам так, только вы не обижайтесь, пожалуйста. Даже дело не в образованности. Это ерунда. Подумаешь, 7 классов, 8 классов. Высшее образование. Можно и с высшим образованием быть дураком. Понимаете? Вы на меня не производите впечатления, скажем так, женщины глупой. Вы не глупая. Кстати. Отнюдь не глупая. Поверьте мне. Поверьте мне. Вот. Но я вам вот что хочу сказать. Конечно, жизнь просто. Вас никто не воспитывал. Вами не занимался. Можно так сказать. Над вами издевались. Вот. Чего стоит? Отец изнасиловал. А мама что говорит? А ты молчи. А ты молчи. То есть, черт знает что. Вместо того, чтобы пойти ему глаза выцарапать. Мама, значит, а ты молчи. Понимаете? Вот в чем дело. Ну, есть. Это, скажем так, можно обозначить таким термином. Педагогическая запущенность. Никто вами не занимался. Никто не готовил вас к жизни. Никто не воспитывал вас. Никто не вырабатывал вашу жизненную идеологию. Ваше жизненное мировоззрение. Правильно или нет? Ну, да. Скорее всего, да. Вот в чем вся проблема. Потому что вы не глупая женщина. Вы абсолютно не глупая. Поверьте мне. Поверьте мне. При наличии вот такой жизни, да вы производите впечатление намного, намного, ну, скажем так, сообразительнее и понимающее, чем даже те, которые жили в хороших условиях и имеют даже образование. Понимаете? У вас правильная, правильная точка зрения. Вот, но, вот, понимаете, узкий кругозор жизни. Почему? Потому что вот там, где вы жили, это настолько, настолько ужасно, настолько узко, настолько неинтересно, что вы даже себе не представляете, какая может быть жизнь. Вот. Понимаете? Вот в чем вся проблема. Вот в чем вся. Вот вы считаете, вот то, что вы сейчас живете, это замечательно, это хорошо. Почему? Потому что, потому что, когда вы жили с мамой, когда вы жили с отцом, там, с сестрой этой, вот, понимаете, двоюродной, вот, так там вообще ад был. Ад был. Вы даже не знаете, а какая вообще жизнь существует. Вот в чем вся проблема. Поэтому, поэтому, конечно, 40, это уже давно надо было психотерапией заниматься. Какая-то пыталась, но как-то не получалась. Я же ходила по психологу, но, ну, не знаю, как-то не получалась. Вы понимаете, что не получается? Значит, во-первых, к психологу такому. Во-вторых, с вами надо очень долго, понимаете? Почему? Потому что то, что должны было папа-мама сделать, никто этого не сделал. Все наоборот сделали. Значит, надо теперь что-то, скажем так, доработать за отца и за маму. Изменить ваш взгляд на жизнь. Вот. Вот в чем вся проблема. Вот в чем вся проблема. Поэтому я кручусь и толкуюсь и задаю вопросы и справа, и слева, и снизу, и сверху пытаюсь, чтобы понять. Вот я опять повторяю, что заставило вас, значит, вот обратиться к психиатру или обратиться к психотерапе, к психологу? Ну, наверное, скорее всего, что все-таки я, наверное, нормальный человек, и я накручиваю себя, будем так говорить. То, что, ну, все нормально. И то, что я, ну, парюсь, просто беспокоюсь по пустякам, мне кажется, вот. Подождите еще раз. Что заставило? Вы нормальная или что? Ну, да, чтобы вы мне сказали, что, ну, все нормально. Нет, так подождите. Где все нормально? А где же все нормально? А где все что? Детство было нормальное? А жизнь разве была нормальная? А сейчас жизнь разве нормальная? Кто вам скажет, что это надо быть лицемером или полным идиотом и сказать вам, инкогнито, да, твоя жизнь, она была нормальной, что ты голову морочишь? Где же она нормальная? Где же она, вы что считаете? Вот это, вот это я и называю педагогической запущенностью. Вы не понимаете, что такое нормальное и что такое ненормальное. Вы не понимаете, что ваша жизнь в детстве – это ад был. Ад. Это даже не преддверие ада, а ад был. Мама била, мама избивала, мама забирала деньги, мама говорила «отстань», мама читала одну сказку, и все, и больше и больше она ничем не занималась. Мама даже не расстроилась и не сказала инкогнито, доченька, почему она везет вас ради себя к этому алкоголику-отцу, понимаете, уголовнику, насильнику, он же насильник. Вот, понимаете, она везет, она выдергивает дочь из школы, понимаете, и все, она знает заранее, что там нет школы, она согласна. Потом она возвращается, убегает. А к чего мама убежала от вашего отца из хутора? Ну, то, что он меня изнасиловал. А, ну, значит, все-таки что-то у нее, какие-то человеческие черты были, она сбежала от него, правильно. Но, с другой стороны, с другой стороны, чтобы, значит, скажем так, значит, сказать, вернуться в город, ну, все, дочка, иди в школу, иди учись или поступай там хотя бы, понимаете, не обязательно в школу. Пойди на какой-то ПТУ или как профессиональное образование, там, стань парикмахером, кем угодно, не знаю. Мама что, вот чем она, что она вам сказала, иди работай или как? Да. А кем работать? А кем работать, понимаете, маму тоже сильно обвинять нельзя, потому что мамой тоже никто не занимался. Ей тоже никто, ее не воспитывали. Она считала, вот я без всякого, сколько у мамы классов было? По-моему, 9 или 8. 9 или 8, ну, какая разница? Вот и мама считала, у меня в 9 или 8, вот, значит, я не пропала, и дочка пусть имеет 9 и 8. Понимаете, мама сама, мама сама, у мамы сама, этого, педагогическая запущенность, видимо, ни дед, ни бабушка не занимались ею. Кстати, вы же мне сказали, что и дед умер рано, и мама ее, вот, умерли рано, да? Да, да, все верно. А кто же ее воспитывал дальше, после смерти родителей? А вот смотрите, ее мама продала, то есть моя бабушка продала дом в деревне, чтобы купить дочерям дом в городе. И, то есть, она, как я поняла, сама где-то жила, в сарае у соседки, и там, ну, по-моему, от давления она умерла или еще что-то. То есть, она умерла в сарае у соседки, будем так говорить. Продала дом в деревне, чтобы купить дочерям дом. Подождите, так она за деревенский дом купила всем, скажем так, четырем дочерям по квартире? Нет, один дом на двух сестер, то есть, моя мама и средняя тестра, они жили в этом доме. А, в одном доме? А куда делся этот дом? А, он сгорел уже еще давно. Он сгорел, и нам дали двух комплекс. Ну, понятно. В общем, короче говоря, бабушка, вот бабушка, бабушка таки любила дочери, она пожертвовала собой. Она продала дома, умерла в сарае, да, там где-то у соседей. А почему ее дочери не взяли? Почему мама не взяла? Почему тетя одна, вторая, третья? Мне кажется, она не хотела сама, мне так кажется. А, бабушка не хотела? Да, да. Ну, может быть, может быть, ну, не знаю, не знаю. Короче говоря, это кошмар, вы понимаете, вот. Я бы и врагу не пожелал вот такую вот, скажем, вот такую жизнь, какую вы в детстве перенесли. Минимум в детстве. Не знаю, не знаю. Все-таки я опять хочу вас спросить. Вот, почему вы обратились к психологу? А теперь ко мне. Подумайте и сформулируйте, пожалуйста, ответ. Ну, наверное, чтобы разобраться, что не так. Что не так. А, разобраться, что не так. Да, что я не так делаю? Может быть, я что-то не так делаю? Вы знаете, вы знаете, конечно, вы многое делаете не так, но это не ваша вина. Это не ваша вина, это беда ваша. Очень многое вы делаете не так. А что именно? А что делаете не так? Вы понимаете, я же не могу, это надо с вами очень долго беседовать, смотреть. Очень много вы делаете не так. Очень много. Очень. Но дело же не в этом, я опять повторяю, это не ваша вина, это ваша беда. А что не так, это нужно психотерапией с вами заниматься долго, длительно. А как вы сможете психотерапией? Там же платить надо. А самое главное, если это хороший психотерапевт или психолог, так он же и цену берет большую. Вот в чем вся проблема. Это первое, надо найти хорошего терапевта. А второе, надо самой меняться. Вот то, что я сейчас делаю, вот то, что я, это и есть только начало психотерапии. А вот таких психотерапий должно быть очень много, вот таких сеансов. Вот в чем вся проблема, чтобы понять, понять, вот что не то вы делаете. Ну, сами подумайте, вот скажем так, ну вот посмотрите, у вас, вы в общежитии, да, живете? Да, да. Ну, в общежитии там все живут, многие живут так, которые тоже не так что-то делают. Вот надо посмотреть какую-то коллегу, вот, с которой вы работали, у которой есть муж, дети, есть квартира, вот, вот, и сравнить. И сравнить. То есть я не говорю вам, вот, что там может быть счастливая женщина, но нормальная женщина, да, все-таки, вы понимаете, существует какой-то стиль жизни, не среднестатистически, как человек живет. Вот. Конечно, я вам хочу сказать, вы в 45 лет не имеете квартиры, живете в общаге. В общаге живут студенты, в общаге живут молодые девушки и юноши, значит, которые его там кончили что-то, и еще квартиры у них нет, зарплата низкая. И то, если зарплата хорошая, они живут не в общаге, а снимают квартиру, значит, это первое. Второе, вам 45 лет, я сразу же сказал, это уже симптом. У вас нет мужа, у вас нет даже сексуального опыта, кроме одного опыта насилования вас отцом. Вот же, это тоже не то. Вы же себе не представляете, что такое нормальный секс. Он входит в качество нашей жизни. Это не все, как Фройд говорил, что секс – это все. Нет, он не все, но это какая-то значительная часть, в которой живут все люди. У вас секса нет. Я уже не говорю даже о том, что у вас нет друга жизни, у вас нет мужа, у вас нет человека, на которое плечо вы можете опереться, который может помочь, который может пожалеть. Я уже говорю просто об элементарном сексе, о получении этого удовольствия от секса. Вот это тоже уже неправильно. Значит, нет мужа, нет семьи, нет детей, нет жилья. Вот это уже минимум, то, что бросается в глаза. Это уже неправильно. Вот, почему оно так? Это уже, значит, какое-то не совсем правильное, разумное поведение. Как минимум, как минимум. Да и хватит уже. Да, с работой. То же самое с работой. То же самое с работой. Работа меняется. Это тоже неправильно. Более того, вы могли бы уже, скажем так, вместо того, что проедать деньги и увольнение, пойти на какие-то курсы и получить какую-то уже такую более-менее, скажем, интеллигентную профессию, чтобы сидеть, скажем так, не на заводе там или оператором, а где-то заниматься, значит, уже более-менее чем-то профессиональным. Уже клиенты были бы, уже и уважение было бы. Понимаете, вот тоже неправильно. Профессионально тоже я вижу, значит, неправильно. Вот уже сколько я перечислил неправильно. А все остальное бог с ним. Все остальное, понимаете, бог с ним. Каждый человек живет, но все-таки у него должны быть какие-то основные, базовые, базовые, значит, ну, фундамент какой-то. Это жилье, это дети, если это женщина идет, да и мужчина, хотя сейчас уже женщины не хотят рожать на Западе и вообще и семью создавать. Это профессия. Значит, вот те женщины, которые не создают семью на Западе, они карьеру делают, понимаете? Они жертвуют семьей ради карьеры. У вас ни карьеры, ни семьи. Вот чем я пробовал. Вот, если вы хотели узнать, вот вам коротко, значит, то, что вы неправильно делаете. А почему вы неправильно делаете? Да потому что никто не учил вас. Да потому что у вас пример вашей мамы. Мама сама неправильно жила. Ваш папа не то, что неправильно, а он преступник. Вот чем дело. Вот ваши примеры, папа и мама. Вот примеры. Вы с них считаете, что вот это норма. Ну, вот так оно и идет. Вот чем дело. Никто вас не воспитывал, никто вам говорил, что нет инкогнито, нет, девочка. Вот тебе ты должна учиться, ты должна получить хоть какое-то там образование, чтобы не работать уборщицей, чтобы не работать дворником, чтобы иметь какой-то, значит, интерес к этой работе, а не просто. Понимаете? Никто же вас не учил. Ты должна выбирать вот нормального мужчину. Ты должна, понимаете? Никто вами и не занимался. Вот целый комплекс. А теперь, чтобы этот комплекс разрушить, хотя бы частично, хотя бы, хотя бы. Я даже вам уже вот что говорил, уже бог с ним, с личной жизнью. Там уже глубоко все. Но хотя бы, чтобы какая-то профессия была, чтобы вы могли работать, и чтобы вы могли уже где-то как-то, может быть, приобрести себе какое-то жилье небольшое. Понимаете? Почему? Потому что вы же не будете до конца жизни в общаге жить. Вот чем вся проблема. Кстати, общежитие, если вы увольняетесь, вас не выселяют из общежития? Нет, это не от работы. Это как подставим читается. То есть, это комната моя. То есть, это не от работы мне дали. А, вам дали? Это не общежитие, а типа такого? Нет, это общежитие. Но это дали маме от работы. А, маме? Маме дали? Да, да. Вот видите, маме дали, а вам не дали. Ну, понятно, понятно. То есть, ее, эту комнату, вас уже оттуда не выселяли, да? Нет, нет. Ну, слава Богу. А соседей много? Ну, да, много. Ну, много, понимаете. С одной стороны, плохо, с одной стороны, хорошо. Понимаете? Вот, вот и инкогнито. Что я перечислил в ответ на ваш вопрос? Что не так? Что не так? Я вам даже поставлю диагноз. У вас, конечно, борделяйн. Только такой тихий борделяйн. Понимаете? Тихий. Да. Ну, это, значит, кстати, а настроение у вас скачет часто или нет? Ну, меняется. То вверх, то вниз. Да, ну, не знаю. Я даже не знаю, как вам сказать. Скачет оно, не скачет у меня. Ну, бывает. Вот знаете, вот сижу, сижу у меня грустный. Ну, ну, я не знаю, я поскакала, допустим, ну, в магазин что-то купила и пришла. То есть у меня вот так вот. И потом легла. Сначала мне грустно-грустно, а потом я скачила, пошла за шоколадкой, купила, но пришла, поела шоколадку. И все, ну, если только так. Ну, так это оно и есть. То грустно, то более-менее, то грустно, то более-менее. Вот. Помните, я назвал слово хаотично? Так вот, жизнь ваша, она такая какая-то. Понимаете? То одна работа, то вторая работа. В общем, короче говоря, диагноз я вам поставил. Вы знаете, но лечение очень сложное. Даже если бы у вас были деньги. Даже если бы вы нашли хорошего терапевта. Понимаете? Это требует коренных, коренных изменений. Это надо вам определить. Вот. В чем вы бы себя или с чего начать себя менять? Или вообще что менять? Помните, я вам задал вопрос, вы хотите замуж или нет? Если вы не хотите замуж, так все, вопрос отпадает. Вопрос отпадает. Понимаете? Тут уже терапевтом по поводу замужества заниматься нечего. Почему? Потому что вы не хотите уже. Вот. И так далее. А если хотите, значит, в первую очередь, конечно, надо заниматься, ну и не знаю, замужеством, со штампиком или без штампика. Это же не имеет значения. Главное, чтобы рядом был человек. Вот. Но, с другой стороны, вы и не понимаете, как вести себя с мужчинами. У вас опыта нет. Понимаете? Вам 45 лет, вот, а у вас опыт общения с мужчинами, ну, я не знаю, как у школьницы, там, 17 лет, да, такой, из порядочной семьи, вот, где контролируют девочку и так далее. Понимаете? Вам 45 и 17 одинаковый опыт, правильно или нет? Ну да, можно сказать, что да. Ну, совершенно верно. Вот, но тут самое главное, самое главное решить, вы хотите, или это уже не ваша проблема. Значит, вторая проблема, это с работой, естественно. Почему? Пока жилье есть, слава Богу, комната есть, там, кухня, наверное, общая, да? Да. Да, ну и Бог с ним, там, у вас столик там стоит, а как коммуналка? Конечно. Ну, у меня все в комнате. А, у вас комната, ну так прекрасно, все, жилье у вас есть, все, жилье, все, жильем вам заниматься не надо, хватит вам этой одной комнаты, и там и кухня, а туалет где? Ну, в туалет в коридоре. В коридоре, общий, да? Да, да. Ну, Бог с ним, да, Бог с ним, ладно. Значит, жилье есть, значит, первое, это личная жизнь, второе, это профессиональная, вот хотя бы вот эти, вот эти вопросы решить вам. Ну, мне больше профессиональной, скорее всего, профессиональной. Правильно, значит, все, семейная, личная, отпала, профессиональная, вот с этим вы должны заниматься с грамотным терапевт, с грамотным, причем, причем, это должен быть не терапевт, который хочет только бабки получить, или сам не знает, вот, значит, как ему жить, а учит других, вот, он должен понимать, вот, а вы должны, значит, слушать, прислушиваться, скажем так, соглашаться по идее, если он правильно ставит, вот тут ошибка, вот тут ошибка, вот тут, вот так надо изменить, или надо пойти, вы еще молодая женщина, получить, я же не говорю там, закончить институт, это уже поздно, вот, но получить какую-то профессию, которая вам нравится, вот кем бы вы хотели работать, вот чем заниматься? Я, ну, вот это сейчас, ну, например, таким, ну, на дому, через компьютер на дому, к примеру, какие-то курсы братьте. Ну, вот, вот чем, вот какие курсы, по какой специальности? Ну, я не знаю, может быть, дизайн, либо еще что-то. Подождите, вот правильно, так, а что мешает вам сейчас, значит, только деньги нужны, надо же заплатить, и через интернет, онлайн, значит, получить это, а потом и работать через интернет. Я боюсь, что меня обманут, то есть, я деньги заплачу, и там, либо я что-то не так пойму, и, ну, наверное, я все-таки боюсь потерять деньги, почему-то. Подождите, что вы боитесь? Да, потерять деньги, то есть, ну, я отучусь на каких-то курсах, и все это впустую будет. Не, подождите, но это же, это же абсурд, если вы боитесь потерять деньги, так вы же никогда не выйдете из этой ситуации. Вам надо выбрать, кем вы хотите работать, что значит не пойму. Так надо идти на то, что пойму. Вот это, вот это и есть работа терапевта. Что вы поймете, подобрать вам с помощью терапевта, с помощью беседы с вами, что вы хотите, вот, значит, какое-то определенное направление. Потом, когда вы уже, оно вам нравится, вы его поймете, вы его осилить, и потом надо, значит, и получить это образование. Вот так, вот так последовать, а вначале понять, чем я хочу заниматься. Какие курсы, или какую специальность, я хочу, значит, обучить, или обучиться, какой специальности. Все, это первый вопрос, который мне не надоест, который, скажем так, так, если вам тяжело работать с людьми, чтобы я с людьми не работала. Вот, вот я что, с людьми работаю онлайн, понимаете? Значит, а если вам люди раздражают, или они смотрят, значит, вам надо, там, какие-то, эти вот, даты, то есть, эти данные перерабатывать, понимаете, и так далее, и так далее, то есть, по компьютеру тоже, без людей работать. То есть, первое, это профориентация. Чем бы вам хотелось заниматься, вот, что бы вы могли бы осилить в 45 лет, вот, и кем бы вы могли бы дальше после всего этого работать. Вот и все. Но, это вы обсуждаете с терапевтом, а все остальное, это ваша часть работы. Вы должны делать, вы должны соглашаться, вы должны помочь терапевту определить, чего бы вы хотели, чем бы вы хотели заниматься, и так далее. А потом, вам же надо было бы, вам же терапевт не будет вам деньги давать на курсы, и терапевт не будет за вас заниматься. Вот чем вся проблема. Тут, это улица с двухсторонним движением, это не только, значит, вы будете в кабинете сидеть, или онлайн, беседовать с терапевтом, а сами ничего делать не будете, и все придет. Это сложная вещь. Но только вот таким путем вы можете, кстати, это давно надо было делать. Давно. Но, говорят, лучше позже, чем никогда. Это давно, пока вам там бы еще молодая была, и надо было все это делать. Как минимум, когда мама умерла 15 лет тому назад, 30 лет вам было, вот уже тогда надо было, потому что все-таки там хоть на кого-то могли опереться, на маму, там мама хорошая, мама плохая, мама, значит, любит вас, жалеет, или так далее, но мама чувствовала ваши слабые стороны, хотя мама сама и сделала их у вас. И неправильным браком с вашим отцом, и соединением жизни с ними, и так далее, и своим воспитанием. Вот, мама сама это, но мама понимала, она жалела, она говорит, ты одна будешь плохо жить. Мама вот это имела в виду, что с профессией будет, личная жизнь, вот, потому что все-таки вы работаете как-то, но это же вы сами понимаете, работа неинтересная, работа такая, мало квалифицированная, да и поэтому она и надоедает, но с личной жизнью тоже, но с личной жизнью не отпала. Значит, вот мы с вами и определились, что вам надо решать вопрос как минимум профессиональной жизни. Вот. Хотя с моей точки зрения, если вы могли бы решить вопрос личной жизнью, то вам бы, может быть, и профессиональная бы не имела того значения, но это должно быть по вашему желанию. Вы мне сразу же сказали, личная жизнь, все, я довольна ею, вот какая она есть. Согласен с вами. Вот. Но профессиональная вы тоже согласились. Вот надо заниматься профессионально, потому что сами вы, этот вопрос, конечно, вы могли бы сами его решить, и без всякого терапевта, понимаете? Ну, надо же понимать, а кем я хочу работать, а кем я смогу работать, а скажем так, мне же надо вначале выбрать, кем и смогу ли я, а потом же мне надо обучиться. Так что тут не обязательно терапевт. Терапевт отнюдь не обязательно. Тут вы сами можете, но вы до сих пор этот вопрос так и не смогли решить, а его надо решать, потому что с возрастом будут и физические возможности уходить, и физические болезни соматические появляться. Поэтому вам нужна работа интеллигентная, чтобы вы могли сидеть за столом, а не физически работать, понимаете? Вот в чем вся проблема. Ну, вот так. Я завершил. Что вы скажете? Что вы скажете? Спасибо. Нет, а все спасибо. Все спасибо. Какое решение вы? Мне не за что спасибо говорить. Почему? Потому что я только вскрыл то, что вы и сами знали о себе. И я вам честно говорю, что это вообще, это кошмар, вы знаете. И врагу не пожелаешь, вот такого детства, и такой юности, и вообще. Еще слава Богу, слава Богу. Вы понимаете, в чем вся проблема? Что даже эту комнату вообще в жизни заработала мама. Мама сама была не совсем приспособлена к жизни, но, по крайней мере, она была приспособленней лучше, чем вы. Правильно? Ну, не знаю. Не сказала, что она более приспособленная. Мне кажется, и я все-таки более приспособленная. Ну, может быть, не буду спорить. Не буду спорить. Не буду спорить. Но, по крайней мере, скажем так, вот эту комнату в общежитии вы от мамы получили. Все. А все остальное, а все остальное у вас одинаково. У мамы был муж-идиот, лучше бы такого и не иметь, как ваш отец. Понимаете? Лучше бы его и не иметь, такого. Вот. Так лучше, как вы. Вообще, чем иметь идиота, так лучше, значит, одной жить. Понимаете? Но мама все-таки комнату заработала, а вы комнату не можете. Так что, с моей точки зрения, мама не обращалась к психиатру, мама не обращалась к психологу, мама не спрашивала, что я не так делаю. Вот в чем дело. Мама была уверена, что она все правильно делает. Поэтому я не знаю, я не буду спорить, пусть будет так, как вы говорите. Вот. Но, по крайней мере, по крайней мере, это вот такой диагноз, и даже на диагноз и наплевать можно. Но вот, самое главное, надо как-то приспосабливаться. Минимум с работой. Минимум с работой. Почему? Потому что, если вы не найдете, понимаете, человек, который, значит, пойди туда, принеси то и так далее, понимаете, это называется, скажем так, в Германии девочка на все руки. Вы и можете уборщицей работать, и оператором, то есть, такая, неквалифицированная, а вам нужна квалифицированная работа, значит, которая требует все-таки обучения, которая требует все-таки какого-то удостоверения, вот, значит, почему? Потому что на неквалифицированную с вас ничего не спросят, иди и работай, все, а на квалифицированную скажет, а принеси это, вот, удостоверение, принеси дипломчик, бумагу принеси, принеси бумагу, вот тогда мы тебя возьмем, а так мы тебя не возьмем. Вот в чем вся проблема. Поэтому в этом направлении либо вы сами делаете это, работаете, либо, скажем так, с помощью, значит, какого-то, значит, терапевта, но тоже долго с ним нечего, там, заниматься, вот. А если еще и у вас появится необходимость, все-таки вы решите, что вам надо и семью иметь или там друга какого-то, то, пожалуйста, с тем же терапевтом надо будет, значит, обсудить вопрос, как этого добиться, вот как, как изменить мое положение, чтобы на меня обратили внимание не только как на женщину, вот, как на самку, а чтобы на меня обратили внимание как и на человека. Вот в чем вся проблема. Потому что все-таки вы же сами говорите, мужчины смотрят, но какие-то женатые и смотрят только с одной целью, с одной целью, в постель пойти и все, а вам такое не нужно. Вам все-таки нужно, чтобы это и друг был, чтобы это был и какой-то бюджет, и не обязательно штамп, штамп там в паспорте, это сейчас не обязательно. Вот в чем вся проблема. То есть вы должны прежде всего сами разобраться в себе, что мешает вам быть счастливой, счастливой в этой жизни. Ну, а счастье у каждого свое, понимаете? Но если человек счастлив или доволен, жизнь уже хорошо, а если он недоволен жизнью, ну, так это уже плохо. Так вот, если вы довольны жизнью, так ничего менять не надо. А если вы недовольны, вот, той ситуации, которая сложна, да надо менять, но выбрать, что менять. Потому что все менять не надо, да и невозможно. Ну, вот так приблизительно. где вы? Я здесь. А вот вы сказали борделяйн, а что это такое? Борделяйн, ну, это такое заболевание, понимаете? Когда, вот, когда, ну, человек как бы, ну, не приспособлен к жизни, понимаете? Вот он не адаптируется. Вот то, что мама говорила. Вот ты не сможешь жить. Нет, вы смогли жить. Вы же уже 15 лет, вы живете. Но как живете? Вам нравится, как вы живете? Вопрос? Мне кажется, так все живут, просто с теми. Нет, подождите, давайте так, давайте мы не будем, как все живут. Вот. Я вам задаю вопрос. Вы, вы довольны этой жизнью? Она вам подходит? Если она подходит, тогда пусть там борделяй, пусть там что угодно, но если вы довольны, и все хорошо, тогда и замечательно, тогда и забудьте про борделяй. А если вы все-таки чувствуете, что что-то не так, что-то не то, что как-то, вот, понимаете? Тогда другое дело, тогда надо понять, что не то, один, два, три вопроса не то, выбрать, какой я хочу поменять и поменять. Вот такая, вот такой план, вот такой план лечебный. Вот. Ну вот, пожалуйста, ответьте мне, пожалуйста, на вопрос. Вы довольны жизнью? Наверное, нет. Наверное, нет. Значит, уже ответ есть. Значит, теперь следующий вопрос. А что вам больше всего отравляет вашу жизнь? Мешает? Наверное, беспокойство и тревога за будущее. Беспокойство, так она правильно, конечно, беспокойство и тревога. А почему? Чем вызвано беспокойство и тревога за будущее? будущее? Чего вы опасаетесь в будущем? Ну, то, что, возможно, у меня деньги закончатся, и тогда уже все. Не понял, что закончится? Могут деньги закончиться, деньги, деньги закончатся. Финансовая сторона меня может беспокоить. Подождите, день закончится? Деньги. А, деньги. Так вот это же и есть проблема. Деньги закончатся. Так, надо идти и работать. Ну, вот мне нужны силы, чтобы работать. Какая-то поддержка возможна. Может быть, медикаментозная, либо еще что-то. Ну, не знаю. Не знаю. Антидепрессант, попробуйте антидепрессант. Попробуйте. Но это надо к врачу идти. Я же не выписываю эти рецепты. Это в любом случае вам надо идти к врачу. Потому что вот это вы прослушать сможете всегда. Но этот вот рецепт вам должен выписать врач. Ну, например, селектора есть такой препарат. Правильно? Деньги закончатся. Правильно? Так это же правильно? Вы же не совсем, скажем, дурная женщина. Вы понимаете? Деньги кончатся, а дальше за общагу надо платить за комнату? Ну, конечно. Вот, значит, я уже не заплачу. Меня выгонят за электричество, отключат электричество, отключат воду, отключат отопление. И пошло-поехало. А кроме того, кушать надо, одеваться надо. А даже для того, чтобы пойти к врачу, вот, вам уже все равно, вы уже и в ПНД можете пойти, да? Я ходила, вот, наверное, где-то три недели назад. Ну, я что-то и пугала. Подождите, вы были в ПНД, а какой диагноз поставили? Нет, мне ничего не поставили. Я пришла, то есть, к врачу обратилась, она мне сказала, что, если она мне выставит диагноз, то я, возможно, буду стоять на учете. И этот диагноз потом, ну, может отравить мне всю жизнь. Я из волосей и ушла. Подождите, да как оно вам отравит, что на ерунду несет. У вас что, диагноз, а не диагноз, вы поймите, вот если бы вы бы работали учительницей в школе, преподавали бы английский язык или физику, так этот диагноз мог вам отравить жизнь. эта тетка в ПНД, она просто ленивая, она вас, значит, и отпихнула. Вот. Понимаете? Тогда вам сказали, нет, ты с детьми работать не можешь, потому что ты сумасшедшая. Понимаете? А вам кто? Что? Убор, скажем так, только не обижайтесь, уборщица, кто там, да там хоть сумасшедший, хоть полный идиот, главное, чтобы ты хорошо помыл пол, все, вот и все, и там уже находишься ты на учете или нет, никого волновать не будут, и возьмут и вас. Вот чем вся проблема. А что это за врач, который даже не поговорил, не посмотрел, не узнал, значит, и так далее. Я считаю, что ПНД вам не помещает абсолютно учет на ПНД, в ПНД, абсолютно. Особенно в нынешней вашей профессиональной ситуации, вот, с вашим образованием, в смысле профессиональным образованием. Помните, я вас спросил, кем работаете, чем занимаюсь? Оператор. Оператор. Вы знаете, скажем так, в этой котельной, да, котельной, которые, они тоже называются оператор котельной. Так вот, поверьте мне, что ваш учет в ПНД, так, на работу вашу в котельной, ну, никак не повлияет. Никак. Вот вам и все. Потому что там ничего такого страшного нет. Вы только что можете выключить, и все, и тогда квартал останется без тепла. Так тут же придут, ну, и вас уволят к чертовой матери, и все. Вот вам и все. А если вы будете правильно включать, и будете температуру, и в домах будет тепло, ну, так, слава Богу. Вот чем вся проблема. Почему? Потому что даже если этот антидепрессант, вот, эсцеталопрам, селектор, так это надо, чтобы вам рецепт выписали. А если вы хотите пойти к терапевту, так, кстати, а к психологу вы платному ходили или нет? Да, да, платному. Ну, вот, а если пойти к платному, так надо же деньги иметь. То есть, в любом случае вам что надо? Вам надо возвращаться на работу. Потому что деньги кончаются. Не, ну, смотрите, я ушла с этой работы, ну, то есть, как я? Я ушла, но я сказала, что я немножко отдохну и вернусь. То есть, вот, то есть, я вернусь на ту работу. То есть, вы вернетесь, вернетесь, да? Да, я сказала, что я отдохну немножко и вернусь обратно. А вас возьмут? Да, да, да. А что, на эту работу никто не претендует? Нет, претендует просто. Это очень большая организация, там, ну, очень много людей требует. А, понятно, понятно, понятно. Ну, так слава Богу. Еще же деньги есть на пару недель для жизни? Нет, больше, почему? А? Больше. Ну, так и слава Богу, как только кончится. Ну, тоже надо запас, потому что зарплату же не сразу же дадут. Вот и выходите, а потом, а потом уже решайте вопрос. Вот. Значит, эсцеталопрам вам надо, прямо скажите этому врачу, что я консультировалась, врач не может мне прописать медикаменты, но он поставил мне дик. И расскажите ей про свою жизнь, расскажите про папу этот случай, и все. И там уже все станет ясно, что за жизнь была. Про маму, которая била вас все время. Да мне кажется, они не будут слушать это. Не понял. Они не будут это слушать, мне кажется. Ну, тогда они вам поставят депрессию и все равно выпишут эсцеталопрам, и все. Какая разница? Пусть не будут. Конечно, не будут. Что это? Вот мы с вами сейчас уже два с половиной часа беседуем. Так зато я знаю все о вас. Абсолютно все. Абсолютно все. Почти что все. О всей вашей жизни. О ваших родственниках. О ваших двоюродных братьях, сестрах, алкоголиках, да, и этих вот правонарушителях. О тетях, о маме, о бабушке, о дедушках, об отце и так далее. Я все знаю о всей вашей жизни. Кем вы работали. Сколько у вас записей в трудовой книжке. Вот поэтому я и выставил диагноз. И опять повторяю, что основное ваше лечение это не таблетки, а все-таки психотерапия. Причем психотерапия должна быть направлена на какое-то один-два решения одного-двух ваших проблем. Значит, две проблемы, вот которые я вижу при вашем диагнозе или вообще у вас. Первое. Вот слава богу у вас есть это вот жилье. Все, это уже великолепно. Тут я вас поздравляю. Поздравляю. Это вспомните маму и благодарите маму. Мама позаботилась так, вот так, не ведая. Значит, все, есть я жить. Слава, есть тыл и всегда есть берлога своя, которую можно даже, когда плохо, спрятаться там и так далее, и так далее. Вот. Значит, чего нет? Нет личной жизни и нет какой-то четкой ориентации на работу. Вот и решайте. Значит, если я правильно понял, личная жизнь уже не нужна, отлично отпадает, значит, что остается. Вот, профессиональная жизнь. Действительно, чем ходить куда-то на работу вам, каждое утро, там, большая организация, маленькая, так лучше действительно получить какое-то образование и работу через интернет, данные там обрабатывать или еще что-то. Вот и вам и все. То есть, компьютером купите компьютер, сделаете хорошую связь на этот вот интернет и все. И будете работать. Даже когда будет хреново, когда темно будет, все равно сможете немножко работать и зарабатывать. Вот и все. когда светло, так будете. Вообще можете 24 часа причем работать. Захотите будете ночью работать, а днем спать. Захотите наоборот и так далее. То есть, будет свобода. А так надо утром идти на работу там и так далее. Это же страшная вещь. Страшная вещь. Вот вам и все. Так что, вот в этом плане, я думаю, мы с вами уже и определились. Но только надо понять, сможете или не сможете. Почему? Что меня немножко смущает, это то, что вот эти педагоги, да, учителя направляли, значит, говорили вашей маме, что дочку перевести в школу для слабоумных. Но вы для меня этого не представляете. Я не вижу, я слабоумие. Вы отнюдь не слабоумные. Вы просто педагогически запущенные, вот и все. Никто вами не занимался. Вы сами росли. Это знаете, значит, был такой случай в Германии, Каспайр, значит, он где-то жил там в лесу. И вот его когда нашли, он был уже молодым человеком, он и говорить не мог, и ни черта не мог. Понимаете? Абсолютно. Почему? Потому что, ну, или Маугли, да, Маугли, помните? Ну, это сказка Маугли и так далее. Там воспитывали его животные. Вот он на карачках бегал и так далее и так далее. Так вот, с этим Каспером его все-таки и научили говорить и так далее и так далее. Значит, не потому, что он слабоумный был или идиот от рождения, а потому, что он, никто его в школу, никто с ним не разговаривал, никто его не учил. Вот так приблизительно и у вас. Никто вас не готовил к жизни. Понимаете? Никто не готовил к жизни, что жизнь это сложнейшая вещь, что там может быть такое, 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 такое. Вот и все, вот и все ваши проблемы. Поэтому надо хоть какую-то проблему решить, профессиональную. Ну, вот так, я думаю, что я все, что мог, вам сказал. А если вы хотите антидепрессанта, уже в этом году обойдетесь без него, почему? Потому, что скоро уже, вот уже середина марта, скоро уже и светло будет, и вся эта депрессия сама по себе уйдет. Правильно? Да, правильно. Правильно. А нет, идите в ПНД, только в ПНД, чтобы не тратить деньги. Вот. Вот, вы опять включили. Видите, связь стала хорошая уже. Вот. Понимаете, вот, и все, пойдите, пусть вам выпишут селектору, вот. Но все-таки скажите, какой у вас диагноз? Скажите, пограничное расстройство личности, и все. хотя бы пограничное расстройство личности. Хорошо, я постараюсь. И вид у вас, вы, 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 вы выглядите молодым, а мне даже 45, где-то 38, 39. Так что, жизнь еще не, это вот, не потеряна. Надо только наверстать то, что было, значит, пропущено раньше. Вот и все. Но я повторяю, что вы не должны себя ни в чем винить. Вы жертва. Вы жертва, понимаете? Вина, конечно, лежит на родителях. Я уже не говорил о том, что гены, гены, это такое дело, а в воспитании, вот, родители, что мама, ну, мама еще более-менее, а папа, это же вообще урод, урод, преступник. Называется, был вот такой диагноз в 19 веке, значит, так он и назывался, мораль инсценити, то есть, моральный, моральный урод. Вот так и называл, сейчас оно исчезло. Вот это вот ваш отец, моральный, алкоголик, избивал вас, еще и изнасиловал дочь, ну, ну, все это так. Еще и в тюрьме сидел, еще и алкоголик и спился, вот вам и все. Еще и обманул, а мама, а мама глупая, мама, кстати, тоже неприспособленная, почему? Потому что, как можно было продавать квартиру, как можно было продавать квартиру и поверить этому уроду, значит, каким был ваш отец? Ну, как можно было? Вы бы сделали бы это, если бы у вас квартира, вот вы продали бы эту, значит, комнату в общежитии? Нет. Правильно. Значит, вы умнее мамы, вы приспособлены, а мама просто глупая была, продала и все, ну, как, нахрена была, он, мало ли, что он сказал, что мама ему верила, этому придурку, как ему можно было верить? Ну, он обещал золотый бур. Он обещал, ну, так, понимаете, ребенок, это вот, знаете, насильник, вот педофил, он показывает ребенку, там, трехлетнему конфетку, так ребенку, это простительно, он на конфетку клюет и идет за этим педофилом. Ну, а взрослый человек, понимаете, как мог поверить этому мужу, который бросил ее маму, когда она беременная была, который явился потом после тюрьмы, и он ей, а мама что, в уши распустила и поверила? Значит, мама сама, сама, а чему такая мама могла вас научить? Сами подумайте, чему она могла вас в жизни научить? Правильной, нормальной жизни? Нет, потому что она сама не знала, как надо нормально и правильно жить. А кроме того, она еще и не учила, вот, что вас учил? Пример мамы, вы смотрели на маму и впитывали, и все. Вот вам и все. А то, что отец сделал с вами, у вас появился страх и проблема с мужчинами. Это вот там лежит, понимаете, вы уже не верите им, вот в чем вся проблема. Это травма была, это была тяжелая травма. Вот вам и все. Вот кто виноват, а не вы. Но вы еще молодец. Вы еще молодец. Понимаете, после такого детства, после такой жизни, с таким небольшим образованием, семь классов, семь классов. Вы что? Я обалдел, когда вы мне сказали, у меня нет образования. Я говорю, нет, у вас есть образование, но семь классов. у меня бабушка была, но она позапрошлого века. Так у нее было четыре класса. Ну, так это же был 1890 какой-то год. Вот вам и все. Но в наше время семка классов, вы что? Семь классов, вы знаете, семь классов, это все. Это никуда. Это только работа уборщицей, вот, и черт знает, вот там вот, где требуются все. Вот и все. Это заранее. Поэтому вам надо, конечно, получить какие-то курсы. Вот. Какие курсы? Хотя бы брови научитесь делать. И то уже будете, вы знаете, сколько клиентов будет, уже будете уважаемым человеком. Вот. Брови, маникюр делать, или парикмахер, или, значит, еще лучше, онлайн работать. Сейчас очень много современных таких востребованных профессий. И поэтому семь классов абсолютно вам не помешает. Абсолютно. Абсолютно. Но только надо сделать. Не поздно, поверьте мне. Ну, а если надо будет, если будет очередная депрессия, выпишите, пойдете в ПНД, и все скажете, у меня борделяйн, выпишите мне, значит, депрессия, и даже не надо борделяйн, у меня депрессия, выпишите мне эсетолопрам, и все. Это пять минут. И этот доктор в ПНД будет счастлив. Вы уже ему и диагноз сказали. И все, он только выпишет этот рецепт. А откуда знаете, что у вас такой диагноз? Он же может спросить? Не понял. Он же может спросить? Что спросить? Врач. Врач. Ну, откуда у вас такой диагноз? Откуда вы все знаете? Кто выставил? Да. Ну, так скажите, а я консультировалась. И можете ему дать, вот, послушать, дать ему ссылку, и пусть на Ютубе послушает всю вашу, но он же и слушать не будет, потому что, что это, два с половиной часа он что будет слушать. И мы не до этого. Вот, вот, вам и все выставил врач, психиатр, скажите, вот, который 54 года работает, он же пенсионер, который занимается, вот, вот такой, скажем так, как это называется, волонтерской работой. Вот, и все консультирует, консультирует бесплатно, и все, и размещает, значит, эти консультации. Хотите послушать, вот, я вам дам ссылку. И все. Вот он поставил, он со мной беседовал там около трех часов, и поставил такой диагноз. Вот, и все. Может быть, вам повезет. Вы знаете, лучше пойдите к молодому врачу, вот она послушает с вами, вы ей только начните сразу же. Вы знаете, у меня была тяжелая жизнь, не скажите про отца, и все. Если она молодая, и еще хочет стать хорошим врачом-психиатром, она уделит вам очень много времени. Кому-то она там, значит, пять минут, а с вами она побеседует. А если она или он полный дурак, и его не интересует психиатрия, так вы ему прямо скажите. Вот у меня такая вот, значит, борделяйн или пограничное расстройство сейчас в фазе депрессии. Все. Или сезонная депрессия, скажите, сезонная. То есть, вот только наступает зима, ноябрь, короткий день, световой день, все время темнота, вот, и так вот с ноября до марта у меня продолжается эта депрессия. Все. Выпишите мне антидепрессант. Я попью его эти 3-4 месяца и все. Поверьте мне, все будут счастливы, что вы пришли с диагнозом и просите медикамент и все. Хорошо, я попробую. Вот так вот. Ну, вообще, я вам вот что советую. Все-таки профессию давайте, сделайте хорошую профессию. Тогда дома будете работать. Вот дома. Только сделаете хороший интернет, не пожалеете, и все, и будете работать. А там очень много преимуществ. Вот когда сможете, тогда и будете. Захотите, ночью будете работать, а днем будете что угодно делать. Понимаете? А там же на работу надо идти, вот это к которому часу вам надо идти? Квасты. Квастын. Квастын. Квосьми по двенадцать часов. Ну, вот к восьми. А заканчиваете когда работу? До восьми по двенадцать часов. Квосьми двенадцать часов это что, каждый день? Два через два. А, два через два. Ну, это, кстати, это неплохая работа. Вы в котельной такие, да? Нет, 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 нет. Ну, в общем, оператор, понятно. Понимаете, это же тоже хорошо, у вас два часа, два дня свободных. Вы можете два дня, кстати, день там оператором поработать, то есть двенадцать часов, а два дня потом работать, вот тут уже из дому. А почему бы и нет на двух работать? А я вот, понимаете, я прихожу, допустим, с работы, я не могу отдохнуть за выходные. Вот то, что я дома, в выходные, я не могу отдохнуть, я не могу расслабиться. Подождите, а что там, тяжелая работа физическая? Ну, в том-то и дело, что не тяжелая, но морально тяжело, там постоянно как бы делают. А что там морально, вот объясните, что морально давит вас? Постоянно нужно выполнять план, перевыполнять план, быть впереди всех, быть лучше всех. А-а-а, конечно, конечно, это для вас смерти подобно. Вы что, лучше и лучше всех, выше и выше, вы знаете, как в песне пела, все выше и выше и выше, та-там, 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 да, и там крылья какие-то. Вот так и у вас. Нет, это вам не годится с вашей психической установкой. Вам нужна такая спокойная работа и все, а там все выше и выше и выше. Конечно, вы не способны на это, все это, вас убивает прямо морально, морально. Убивает, и все, это не ваша работа, поэтому вы, наступает момент, когда вы истощены и вынуждены увольняться, и все, вынуждены увольняться и, значит, отдыхать какое-то время, потом опять деньги кончаются, опять появляются. в общем, вам надо найти хорошую работу такую, вот, что без плана, что вы сами планировали, сколько вам надо работать и так далее. Надо деньги, значит, больше будете работать, это вот не надо, меньше, и так далее, и так далее. В общем, вот так, будем завершать. Спасибо вам, я вам скажу, почему спасибо, потому что ваш случай тоже своеобразный. Вот там очень много борделяйнов, очень много у меня вот там, в видеотеке, но такой, как у вас, уникальный, поверьте мне, поверьте мне, недаром я почувствовал, я сразу же, вы только мне написали, я тут же, там в очереди стоят люди, а я почувствовал, что вот тут, наверное, что-то будет такое уникальное, понимаете, необычное, поэтому вы вчера мне это сделали, я вчера и сказал, звоните сегодня, вот так вот, так что и вам спасибо. Как только я это размещу на ютубе, я вам сброшу ссылку, и вы послушаете потом всю эту нашу с вами беседу, ну, там в основном моя беседа, конечно, но то, что вам надо, вот, и так далее. А можно вопрос последний задать? Пожалуйста, пожалуйста. Вы мне вообще поверили? Я? Уверили? Я? А почему нет? Ну, а какой вам смысл придумывать, а? Ну, какой вам смысл придумывать? Ну, если вы обращаетесь к врачу, значит, вам таки плохо, вам что-то надо, а почему вы решили, что я вам не поверил? Ну, не знаю, мне кажется, потому что такое только придумать можно, мне так кажется. Не понял, такое что? Придумать? Да, в какое-то время, что такое можно только придумать. А вы знаете, вот поверьте мне, если вы, как вы меня вообще нашли? Увидел в Ютубе, кстати, совсем недавно, ну, наверное, неделю-две назад в Ютубе, в Ютубе, чисто включая. Вот послушайте, вы там можете послушать, вот там, где пишется Борделяйн, и вы увидите, что вы отнюдь не исключение, что ваша история очень довольно часто повторяется, как минимум, там у меня на этих роликах, понимаете? Что единственное новое, это то, что ваш отец изнасиловал, вот это, этого не было еще. А все остальное было, и похуже было, и похуже было. Вот вам и все. Поэтому, почему я вам могу не верить? Я вам верю на сто процентов, даже больше. Если я не верил бы, так я бы и не занимался бы, ну, что вы тут розыгрышами будем заниматься? Конечно, поверю. Конечно, поверю. И опять повторяю, что мне вас очень жалко. Ну, что я могу сделать? Я ничего не могу. Жизнь это вот так вот, понимаете? Вот и все. Вот так получилось. Это не ваша вина. Вас родили, вот, вас так воспитывали, вам вот так все это сделали, все. Вы жертва. Жертва, все. к сожалению, вот такая вот жизнь, вот такая идиотия в жизни. Понимаете? Бывает. Это выражение. Я вам скажу, папа и мама это выражение. Кстати, я вам вот что хочу сказать. На вас, если у вас не будет детей, ваш род и закончится. И отцовский, и материнский все. ну там правда по маминой тети, тети, но там же алкоголики, там тоже кончится только позже. Это и называется вырождение. Вырождение. Через несколько поколений род исчезает. Алкоголики, больные, сумасшедшие, и все, и он исчезает. Вот вам и все. Так что по линии мамы он выродится на вас. С вашей смертью там через 50-60 лет род закончится. А у ваших тетей род закончится через их, значит, я не знаю, эти ваши сестры и братья, они имеют детей? Да, имеют. Ну вот, а вы сами подумайте, а какие там дети будут, если они сами алкоголики. Вот, вот где-то на этих детях и закончится. Вот и все. Вот вам и вся жизнь, понимаете? Вот вам и вся жизнь. Вот это оно так и есть. Вот вам пример выражения, о котором никто сейчас и не пишет, и не говорит. Вот это оно и есть. Я вам очень благодарен. Почему? Потому что ваш случай, ваш случай, хоть и борделяй, но, понимаете, он особый, особый, и вы особый. И вы особый. И я опять вам повторяю, у вас умственные способности нормальные. Вы запущены в плане воспитания. Вы него не получили. Это как вот этот почти что, как этот, который в лесу, или как Маугли. Знаете, да, кто такой Маугли? Вот там катастрофа была, и он там в лесу, и его, я уже не помню, кто его там воспитывал, и так далее. Вот и все. А у вас вот как вас воспитал отец и мать, вот-вот на то вы, скажем так, вот вы готовили. И действительно, можно подумать, что ребенок слабоумный. Но я-то с вами поговорил, у вас очень хороший язык, кстати, очень хороший, грамотный, и у вас мышление нормальное. Абсолютно если бы вам дали бы хорошее воспитание, поверьте мне, вы бы достигли бы все-таки совсем других высот в вашей социальной жизни. Ну, вот так получилось. Вот так получилось, понимаете? Вот и все. Ладно, будем завершать. Вопросы есть? Нет, все, большое вам спасибо. Пожалуйста, и вам спасибо. До свидания. Как только я залью, я вам брошу ссылочку, и вы прослушаете. Счастливого. Всем большое спасибо. До свидания. Ну, вот так вот. Уважаемые слушатели, слушайте, да, опять борделяй, но вы же видите, необычный борделяй. Вот. И вот там пациентку, да, учителя, значит, вызывали маму, мама тоже недалекая, тоже слабоумная, продала квартиру, поехал, он пообещал золотые горы, отсидел в тюряге, да, мама знала, что он жил с этой вот, да, с подопечной, и мама поверила ему, да, продала квартиру, ну, что, это вот и есть слабоумие. Вот. И так далее, и так далее. Вот так вот. Вот такие дела. Слушайте, видите, каждый, понимаете, недаром говорят, что надо лечить не болезнь, не больного, потому что одна и та же болезнь, вот борделяйн, это одно и то же заболевание, а видите, оно в разных лицах проявляется. Там борделяйнщи, они что, вот их, им мужчина нужен, мужчина бросил, и все, а тут что, ну, вот один раз в депрессию упало. А так она даже боится этих мужчин, и ей, она и не стремится, понимаете, вот вам особенность борделяйна. Ну, а на работе, видите, а на работе вот такая вот, вот такая житуха. Слушайте, сегодня у нас уже 11 марта 2024 года, понедельник. Все. Спасибо. До свидания.